КОСКЕ КИНДАИТИ Вспоминая обстоятельства смерти Куя, я каждый раз содрогаюсь. Атмосфера в полутемной комнатке за гостиной на втором этаже сгустилась. Да, у меня не хватило мужества сказать вслух то, в чем я был твердо убежден. Если бы я не был очевидцем смерти деда и не знал наверняка, что он отравлен, то, вероятно, как и все остальные, счел бы смерть Куя естественной. Может быть, убеждал я себя таков конец всех, у кого больные легкие. Панихиду решили устроить вечером следующего дня. Точнее, объединить две панихиды. Я доставил останки деда в его дом, где предполагалось устроить панихиду. Но когда стало известно о скоропостижной кончине Куя, моя бабушка со стороны матери и ее приемный сын Кен Китти с женой поспешили к нам. Моя мать Цурука была единственным ребенком в семье, и после ее исчезновения, не желая, чтобы род прервался, дедушка с бабушкой усыновили своего племянника Кен Китти. В тот день я впервые встретился и со своей бабушкой, и с Кен Китти. Не стану о них писать подробно, так как непосредственного отношения к этой жуткой истории они не имеют. Скажу только, что результатом нашей беседы было решение провести панихиду по дедушке, а одновременно с панихидой по Куя. Бабушки-близняшки, перебивая друг друга, изложили свое мнение. После побега Цурука с ребенком, Усимацу считал, что род прервался, но мы попросили человека съездить в Кобы, и вот нашли Тацуя. Давайте устроим панихиду по Усимацу-сан тоже здесь, а Тацуя-кун, раз он связан с обеими семьями, проведет оба молебствия. О, впереди еще эти тягостные хлопоты, подумал я. Моя жизнь до недавнего времени монотонная и серая изменилась настолько резко, что я буквально валился с ног от усталости. Мимо меня двигалась бесконечная череда соболезнующих соседей. Я познакомился практически со всеми жителями деревни. Каждый после слов соболезнования изучающий разглядывал меня. Пришла и Мияка со своим деверем Сакити Намурой. Выше я уже упоминал, что семья Намура жила на западной окраине деревни, слыла богатой, как и род Тадзими. Глава семьи Сакити был одним из самых уважаемых в деревне. Уравновешенный, барственный, с хорошими манерами. Но даже в его взгляде, когда Мияка представила меня ему, сквозило любопытство. Правда, он быстро овладел собой и более никак не проявлял его. Панихиды прошли без каких-либо неожиданностей. Дедушку кремировали, брата положили в гроб и похоронили в земле. Мне предоставлено было право первым бросить горстку земли в его могилу. Я и сейчас отчетливо помню, что мною владело тогда чувство великой потери. После похорон, вернувшись в деревню, я молился вместе с другими. И тут ко мне подошла Мияка. — Тацуэкун! — дружески окликнула она меня. — Один человек непременно хочет познакомиться с вами. Вы заняты сейчас? — Что за человек? — Я сама его почти не знаю. Приехал из Кобе. Вроде бы приятель моего деверя. Сказал, что у него дела в этих краях, и он решил, пользуясь случаем, навестить вас. Остановился у деверя. Зовут его Коске Киндоити. Это имя было мне незнакомо. — А что за дело у него ко мне? — Этого я тоже не знаю. Он сказал только, что хочет поговорить с вами. Я отнесся к предстоящей встрече без особого энтузиазма, но подумал, что этот человек может быть связан с полицией. Тогда встречи все равно не избежать. Хорошо, буду ждать его в маленькой гостиной. Взглянув на улыбающегося человека, вошедшего в комнату, где кроме меня никого не было, я подумал было, что это кто-то другой. Почему-то я воображал себе Киндоити более представительным. — Извините, заставил вас ждать. Я к Коске Киндоити. Он поклонился. Я вопросительно посмотрел на него. На вид лет тридцать пять, небольшого роста, буйная шевелюра. В общем-то, не особо приметный человек. Довольно потрепанные Хакама придавали ему сходство с чиновником деревенской администрации или учителем младших классов. Хакама. У мужчин широкие шаровары, напоминающие юбку. У женщин просторная юбка. Являются частью традиционной парадной одежды. Ко всему прочему, он слегка заикался. — Меня зовут Тацуя. Вы хотели поговорить со мной? — Да, спросить кое о чем. Киндоити по-прежнему улыбался, но его взгляд, казалось, прожигал меня насквозь. — Я понимаю задавать подобный вопрос бестактно, и все же. Вы знаете, какие слухи о вас ходят по деревне? — Слухи по деревне? Что вы имеете в виду? — Я имею в виду слухи, связанные со смертью вашего старшего брата. Дикие слухи. Сердце у меня учащенно забилось. Заметив мою озабоченность, Коско Киндоити усмехнулся. — У вас самого, стало быть, есть подозрения. Тогда почему вы не скажете о них вслух? — А почему вы решили, что я имею право делиться с кем-то своими подозрениями? — раздраженно ответил я вопросом на вопрос. Рядом находился врач. Как мог я к медицине никакого отношения не имеющий высказывать какие-то свои соображения? — Это резонный довод, и все же Тацуя-кун хотел бы дать вам совет. Если в будущем что бы то ни было покажется вам подозрительным, необычным, лучше без колебаний сразу же заявить об этом вслух. Если не сделать этого, то трудно вообразить, каким горьким последствиям это может привести. — Господин Киндоити, что кроется за этими вашими словами? — Видите ли, у вас представления о деревенских несколько искаженные, но коль скоро вы вернулись в родные места, вы должны быть готовы ко всякому. Местные жители ожидают новых несчастий. Да, конечно, люди здесь суеверны, но именно поэтому еще более опасны. И упрямы настолько, что доводы разума бессильны. Тут считают вас причастным и к смерти деда Утсимацу, и к смерти брата. И уверенность в этом у них только крепнет. Вам надо быть чрезвычайно осмотрительным. На мое сердце легла свинцовая тяжесть. — Простите, Тацуя-кун, мы видим друг друга первый раз, а я такого наговорил. Снова мягко улыбнулся мне Киндоити. — Но примите это как выражение заботы старшего о младшем. Так что, Тацуя-кун, расскажите, что вы думаете о последних минутах жизни вашего брата. Я понимаю, излагать собственные ощущения нелегко. Постарайтесь дать объективную общую картину. Да, так мне действительно было легче. Я как сумел изложил подробности происходившего в комнатке со спертым воздухом в последние минуты жизни брата. Иногда Киндоити прерывал мой монолог, и его вопросы и замечания освежали мою память. Когда я, наконец, закончил рассказ, он спросил. — А когда вы сравнили агонию старика Усимацу с обстоятельствами кончины брата, вам не показалось, что обе смерти были абсолютно одинаковыми? Я согласно кивнул головой. Какое-то время Коски Киндоити размышлял в молчании. Потом поднял на меня глаза. — Я думаю, Тацуя-кун, история на этом не закончится. И в деревне она получила огромный резонанс. И у вас самого есть основательные подозрения, наблюдения. Не исключено, что делом этим займется полиция. Сказав это, он пытливо взглянул на меня, будто хотел уловить впечатление, произведенное его словами. Предположение Коски Киндоити подтвердилось. Не прошло и трех дней, как представители полицейского управления города Акаямы цепочкой потянулись в деревню. Труп брата был эксгумирован. Врач полицейского управления и доктор Сюхей Араи произвели вскрытие. И уже на второй день был официально объявлен вывод. Наличие в теле брата ядовитого вещества означало факт отравления. К тому же яд, обнаруженный в организме брата, был точно таким же, каким отравили старика Усиммацу. Комплекс неполноценности Я находился на грани нервного срыва. Я понимал, что должен действовать, что сделать предстоит немало, но не знал, с чего начать. Пожалуй, в первую очередь надо осмыслить свое место в череде событий. Ну, во-первых, прослеживается ли какая-нибудь связь между смертями старика Усиммацу и брата и моим возвращением в деревню? Иными словами, является ли факт моего возвращения в деревню или даже намерения вернуться причиной этих смертей? А если бы меня не разыскали или разыскали бы, но я отказался бы ехать в деревню, как разворачивались бы события? Это следовало всесторонне обдумать. Кроме того, мне непонятны мотивы, цели убийств. Впрочем, не только для меня, это для всех остается загадкой. Зачем? Почему убили деда? Он поехал за мной, а кто-то очень не желал моего возвращения? Однако, никаких доказательств этого нет. Яка отыскала меня и безо всяких проблем привезла в деревню. Ничуть не яснее была и причина убийства Куя. Какое-то чувство подсказало мне, что если не брат, то кто-то другой должен был в тот вечер стать жертвой убийцы. Может быть, я сам. Удастся ли мне дожить до конца лета? Преступник делает свое дело, но при этом остается в тени. И я не должен забывать, что опасность рядом, и она велика. Кстати, хочу отметить, что полиция трясла всех домашних и доктора Куна Цунеми, лечившего брата и что-то прописывавшего старику. Доктору досталось больше всех. Я и сейчас до мельчайших деталей помню, как умирал брат. Зайдясь в кашле, он попросил бабушек Катака и Каумы дать ему лекарства. Одна из них вытащила из стоявшей у изголовья шкатулки завернутый в бумагу порошок. Из множества порошков она, не выбирая, вынула этот, первый попавшийся. Его Куя и выпил. Полиция, заподозрив отравление, конфисковала все лекарства и подвергла их проверке. Но порошка, содержавшего яд, не обнаружила. Получается, что в тот роковой момент Каумы или Катакы, я так и не научился их различать, вытащила единственный пакетик с ядом. Как же яд попал в груду порошков? Дядя Куна готовил для брата порошки раз в неделю. Порошок состоял из кальцинированного гуайя-коля с шоколадным наполнителем и двууглекислой соды. Гуайя-коль. Масляная жидкость желтого цвета. Теперь подобную смесь не готовят ни в одной деревне. Брат постоянно принимал это лекарство. Когда оно кончалось, посылали за новой порцией. Поначалу доктор Куна готовил только недельную порцию лекарства. Затем, поскольку состав его не менялся, приспособился готовить порошки вперед на целый месяц, но выдавал их больному раз в неделю. Поэтому должно было остаться довольно много невостребованных порошков. Это обстоятельство предоставляло преступнику две возможности. Заменить лекарство ядом или добавить яд в лекарство непосредственно у постели больного, или же сделать это в кабинете доктора. В первом случае круг подозреваемых очень ограничен. Во втором нет. Брат Куя, подобно большинству тяжелобольных людей, с ухудшением состояния становился все капризнее и капризнее. За исключением бабушек Коума и Катаке, сестры Харуя, ну и, конечно же, своего лечащего врача Куна Цунеми, никого к себе не подпускал. В таком случае преступника следовало бы искать среди этих четырех человек. Но остается другой вариант – подложить яд в кабинете Куна. Как это принято в деревнях, доступ к врачу был крайне прост. Любой человек в любое время мог незамеченным зайти в кабинет и выйти из него. А в доме доктора Куна гостиная находилась позади его кабинета. То есть, проходя из прихожей в гостиную, вы обязательно сперва попадали в кабинет. Отсюда следует, что подложить яд мог любой человек, находящийся с Куна в более или менее дружеских отношениях. Таким образом, вопрос не столько в том, у кого были возможности произвести замену или подложить яд, сколько в том, кому было известно о запасе лекарств, приготовленных доктором Куна для больного. Врачебную ошибку самого Куна можно исключить. Такая безответственность маловероятна даже в глухой деревне. Зато следует учесть, что раз Куна заготовил и расфасовал в пакетике лекарства на месяц вперед, а это порядка ста пакетиков с порошком, ему потребовалось немало времени. Известно, что Куна для скручивания пакетиков нередко пользовался помощью домашних, в том числе и детей-школьников. Вполне могло случиться, что они проговорились, рассказали кому-то о большом запасе лекарства для Куя. Так что об этом без всякой вины Куна могли знать многие. И первое, и второе убийства свидетельствуют, что преступник действовал осторожно, без спешки. Преступник мог не знать точно, когда именно Усимацу или Куя будут принимать лекарства, но был уверен, что в какой-то момент это обязательно произойдет. Так что вероятность отравления достаточно высока. Еще один момент. Я имел несчастье присутствовать при обеих смертях. Входило это в планы преступника или же было роковой случайностью? На этот очень важный для меня вопрос ответа я найти пока не мог. Я не исключал того, что вовлечение меня в эту ужасную историю было задумано как возмездие за злодеяние моего отца. Да, я должен быть чрезвычайно бдителен. В деревне восьми могил я был дружен только с Мияко. Но она, во-первых, женщина, во-вторых, деревенский люд и на нее смотрел косо. Так что вряд ли можно было особенно полагаться на ее помощь. Следовательно, в любых неожиданных ситуациях рассчитывать я мог только на себя. Надо бороться. Но с кем? Кто здесь мой противник? Прежде всего на ум приходит человек, приславший мне угрожающее письмо-предупреждение. Конечно, следовало бы отыскать его, но в моем положении новоприбывшего это не так-то просто. А тип, который выведывал особенности моего характера. По словам жены моего друга, он был похож на деревенского жителя. Ежели этот тип живет здесь, в деревне восьми могил, то найти его дело трудное, но вполне выполнимое. Если каждый вечер посвятить одному, за не столь уж долгое время можно обойти всю деревню. Прежде всего, я поинтересовался людьми, которые в последнее время выезжали из деревни. В частности, расспросил Харуя. Харуя поведала мне, что в последнее время из деревни выезжали только старику Симацу и Мияка. Больше никто. И добавила, что хотя живет затворницей и крайне редко выходит из дому, служанка Асима сообщает ей обо всех деревенских новостях. Сделанным равнодушием я поинтересовался, а не уезжал ли куда-нибудь Синтара Сатамура. Вопрос, кажется, удивил Харуя. Но она ни секунды не колеблясь ответила отрицательно, пояснив при этом, что если бы Синтара уезжал куда-нибудь, ей бы обязательно стало об этом известно. У Нарико слабое здоровье. От любого самого незначительного переутомления она сваливается в постель. Синтара и Нарико стараются сохранить это в тайне, равно как и то, что каждый день приглашают Асиму помочь по хозяйству, постирать, сварить рис. Поэтому если бы хоть одну ночь Синтара отсутствовал, Харуя обязательно узнала бы об этом Атасимы. Но попросила Харуя ни Коумэсама, ни Катакэсама, ни в коем случае не должны ничего знать. Ее рассказ в немалой степени удивил меня. Мне казалось, что в этом доме все без исключения терпеть не могут Синтара. Но оказалось, что одна его обитательница, пусть тайно, но сочувствует ему. Это лишний раз свидетельствовало о доброте ее сердца, и это, откровенно говоря, обрадовало меня. Но одновременно какое-то беспокойство терзало мою душу. Стремясь избавиться от него, я спросил, почему вся семья, кроме самой Харуя, ненавидит Синтара. Сначала Харуя пыталась убедить меня, что это не так, что я не прав, но мои настойчивые вопросы заставили ее воскликнуть. «Ужасно! Ты только-только приехал и то сразу заметил, что отношения у нас плохие!» Харуя глубоко вздохнула. «Да нет, что ты, ничего страшного в этом нет. Плохо то, что отец Синтара Сюдзи был куда порядочнее, честнее, достойнее нашего отца, но всегда занимал место младшего брата». В соответствии с японскими традициями, после смерти отца главой семьи обязательно становится старший сын. Ему переходит все имущество, ему безоговорочно подчиняется мать, он считается продолжателем рода. Самый младший брат оказывается и самым бесправным. На лице Харуя отразилось страдание. Брату больно было бы слышать эти слова, да и для меня они мучительны. Тацуя-сан, как бы времена ни менялись, в деревне по-прежнему семья, а плод всего. И старший сын продолжатель рода. И если старший не полный болван или сумасшедший, ни второй сын, ни третий не могут стать выше его, какими бы достоинствами и талантами они ни обладали. Если старший и младший братья не особенно отличаются друг от друга, то и проблем особых не возникает, хороши они или плохи. Но у нас в семье младший и старший разительно отличались друг от друга. Дядя Сюдзи был прекрасным человеком, за него никогда, нигде, ни перед кем краснеть не приходилось. А вот наш отец. Потому-то наши бабушки и беспокоились. Нужен же нам продолжатель рода. Чем вводить в семью человека со стороны, лучше было отыскать младшего сына, то есть тебя. Она понизила голос. В семье Тадзими, увы, все какие-то никчемные. В том числе и мы с братом. Мы несостоявшиеся люди. Не надо, ничего не говори, я прекрасно знаю, что ты скажешь. Просто не хочешь огорчать меня. Но я ничем не лучше других. Харуио грустно улыбнулась. Что же касается Синтара, он отличный человек. Жизнь сложилась таким образом, что и он стал жертвой войны. Ведь он вернулся с нее совсем нищим. Но при этом по личным качествам мало кто может сравниться с ним. А у бабушек это вызывает страшную досаду и ревность. Это какой-то комплекс неполноценности. У Харуио было слабое сердце. И заметно было, что разговор утомил и взволновал ее. Она тяжело дышала, лицо побледнело, взгляд потух. Я ощутил острую жалость к ней. Но даже в этом состоянии она улыбалась. А знаешь, я рада, очень рада, что ты вернулся в семью. Ты такой серьезный, настоящий человек. Просто замечательный человек. Это так радует меня. Глаза Харуио на миг сверкнули. Но она, как обычно покраснев, поспешно опустила их. Могилы восьми богов света Мне давно хотелось посетить могилы восьми богов света. Те самые могилы, которые были источником всех зол и бед, обрушившихся на деревню. Я вовсе не рассчитывал, что, побывав на могиле, найду ответы на все загадки, просто ощущал потребность увидеть их. «На седьмой день моего пребывания в деревне к нам после обеда зашла Мияка, и я сказал ей о своем желании. Пойдемте вместе. Я пришла узнать, не могу ли быть вам полезной, и раз никаких других дел у вас нет, мы вполне успеем до вечера сходить на могилы», — сказала она. Мы оба выросли в городе и не знали, что, согласно местной традиции, находясь в трауре, не следует посещать кладбище. Да если бы и знали, не придали бы этому серьезного значения. Когда мы поделились своими намерениями с Харуя, она всполошилась была, но затем согласилась с нами. «Доброго пути, только возвращайтесь поскорее, ведь гости придут. Мы недолго тут, совсем близко». Мы миновали просторную гостиную и через черный ход вышли на улицу. Практически сразу начинался подъем, и вскоре мы достигли искусственного водохранилища. Вокруг было пустынно, ни домов, ни людей, и мало шансов было встретить кого бы то ни было в этот час. Обогнув водохранилище, мы увидели гранитный утес. Его вершину венчала ограда из черного дерева, к ней вели ступеньки, а под ними располагался обелиск с надписью «Кладбище дома Тадзими». Я уже был здесь во время панихиды по брату. Узкая тропка сбоку от семейного кладбища вела на холм, поросший красными соснами, меж которых там и сям виднелись могильные плиты. — Кстати, Коске Киндоити еще не уехал? — вспомнил вдруг я. Чуть нахмурившись, Мияка ответила. — Нет, он пока здесь. — А что он вообще за человек? Я вот подумал, а не ведет ли он тайное расследование? — Расследование? — Помедлив, я пояснил. — Ну да, и приехал, чтобы разобраться в последних происшествиях. — Этого не может быть, хотя бы потому, что он появился здесь на несколько дней до смерти Куя-сан. И потом наша семья не станет приглашать сыщика для тайного расследования. — Ну хорошо, пусть так, но ведь Намура-сан знает, что Киндоити-сан частный сыщик. — Да, наверное, хотя Киндоити-сан сам мне говорил, что для приезда сюда особого повода не было. Но жители деревни Аникобы, что по соседству, позвали его расследовать что-то у них. А на обратном пути он заехал сюда передохнуть. — Неужто находятся люди, которые обращаются за помощью к таким, как Коске Киндоити? Эти слова вырвались у меня невольно, и Мияка засмеялась. — Ну вы, как говорится, сказанули. Наружность обманчива. Вот окажется, что он замечательный сыщик, да еще и знаменитый. Как выяснилось, Мияка была права. Впоследствии мы на собственном опыте убедились в выдающихся дарованиях этого растрепанного, заикающегося человека в более чем скромной одежде. Но об этом позже. Итак, поднявшись по холму, усеянному могилами, мы прошли тоннель и услышали громкий шум текущей воды. Под нами несся довольно широкий горный поток, из которого кое-где торчали огромные волны. — Как-нибудь выберем время и спустимся к реке. Вдоль нее расположено много сталактитовых пещер. Такого больше нигде не увидишь, — предложила Мияка. А сейчас мы напротив начали подниматься по склону, тянувшемуся параллельно реке, и вскоре добрались до ступенек, которые вели к могилам восьми богов света. Ступенек довольно крутых оказалось пятнадцать. Нам понадобилось немало времени, чтобы отдышаться, когда мы наконец-то взобрались по ним. А при взгляде вниз начинала кружиться голова. Ступеньки привели нас на окруженное горами плато площадью примерно двести цуба. В середине его стоял небольшой храм, описывать который не имеет смысла, поскольку точно таких же синтаистских храмов и великое множество по всей Японии. Ни присутствие жрецов, ни вообще кого бы то ни было здесь не чувствовалось. Не задерживаясь у храма, мы обогнули его и, преодолев еще пятнадцать ступенек, вышли на небольшую ровную площадку, где находились восемь могил. Семь одинаковых холмиков окружали один побольше, под которым покоился старший из убитых самураев. Рядом на каменной стеле была выбита история о богах света. Надпись была сделана на старокитайском языке, так что прочитать ее мы не могли. На восточной стороне плато вздымалась в небо гигантская криптомерия. — Это одна из близнецов. Вон ту вторую весной повалила молния, — объяснила Мияка. Я взглянул туда, куда она показывала, и сердце у меня ёкнуло. От корня второго дерева тянулся канат. Около него я увидел склоненную фигуру, сосредоточенно перебиравшую четки. С первого взгляда было понятно, что это монахиня. А вдруг та самая с крепким чаем? — Пошли назад, — прошептал я, потянув Мияка за рукав. Но Мияка отрицательно покачала головой. — Не волнуйтесь, это не монахиня с крепким чаем. Это монахиня Байко из Банкати. Очень деликатный человек. Позднее я узнал, что Банкати — это исковерканное название городка Убагаити. Скорее всего, это название связано с древним обучаем оставлять старух на верную смерть. Суть этого обычая в том, что достигших преклонного возраста матерей сыновья уносили в горы и оставляли там, избавляясь таким образом от лишнего рта. В Убагаити есть женский монастырь Кейсейн и Байко — настоятельница этого монастыря. Какое-то время она усердно молилась, потом выпрямилась во весь рост и посмотрела в нашу сторону. Сначала в ее лице мелькнуло удивление, сразу же сменившееся приветливой полуулыбкой. Нет, она совсем не похожа на монахиню с крепким чаем. Лет ей где-то за шестьдесят полное лицо с белой кожей источает благородство, доброту и мягкость, придавая ей сходство с богиней Каннон. Стриженная, как это принято, у монахинь, голова покрыта платком, черный дорожный плащ. Не переставая перебирать четки, она приблизилась к нам. Досточтимая настоятельница, вы пришли сюда молиться? Да, что-то тревожно на душе, она пытливо взглянула на меня. Это родственник восточного барина? Да, это господин Тацуя. Тацуя-сан, перед вами Байко-сама, настоятельница монастыря Кейсейн. Я поклонился. Очень рада видеть вас, тем более, что сегодня я по просьбе настоятеля храма Мородзи буду участвовать в поминовении. От души благодарю вас, сказал я. А как поживает настоятель? Я слышал, а он долго болел? Вежливо продолжил разговор Мияко. Что поделаешь, годы берут свое. Сегодня его должен заменить господин Эйсэм. Я приду ему помогать. Очень рад. Общение с настоятельницей доставляло мне удовольствие. Так, может быть, пойдем вместе? Мы подошли к ступенькам. Монахиня Байко оглянулась назад. Эх, как жаль. Вы о чем? Я о криптомерии Катаке. Байко указала пальцем на поваленное молнией дерево. Как, ту криптомерию называют Катаке? Удивилась Мияко. Да, а вторую Коуме. Эти деревья тоже близнецы. И их назвали в честь бабушек из дома Тадзими. Лицо Байко омрачилось. Столько лет, столько веков деревья вместе росли. И вот на тебе. Молния поразила одной из них. Боюсь, не к добру это. Монахиня Байко тоже была родом из этой деревни. И все местные суеверия составляли неотъемлемую часть ее жизни. Мрачные предчувствия снова овладели мной. Бессмысленное убийство Когда мы вместе с монахиней Байко пришли домой, там уже было множество гостей. И они все прибывали. Из поколения в поколение члены рода Тадзими придерживались вероучения дзен. Их семейным храмом был деревенский храм Аренкоодзи. Но покойный дедушка предпочитал учение Сингон, храм последователей которого Мароодзи находился в соседней деревне. Дед очень почитал настоятеля этого храма Чоэя-сама. Анихида и поминальная служба проводилась таким образом в двух храмах. В храме Аренкоодзи и в храме Мароодзи. Храм Мароодзи располагался на границе с соседней деревней, недалеко от знаменитых восьми могил, и имел множество прихожан. Настоятелю храма Чоэю-сама перевалило за восемьдесят. Он часто и подолгу болел, поэтому вместо него службы проводил прибывший сюда после окончания войны послушник Эйсен. Монастырь Кейсоин, находившийся в городке Убагайте, принадлежал храму Мароодзи. И когда священнослужители этого храма не могли управиться своими силами, они призывали на помощь Байка, настоятельницу монастыря Кейсоин. В городах все религиозные обряды, будь то обряды связанные с совершеннолетием, бракосочетанием, похоронами или поклонением предкам, значительно упрощены. В деревнях же они проводятся полностью и очень тщательно, как в старину. Ни одна семья не жалеет денег, чтобы достойным образом отметить важнейшие события своей жизни. Вот и сегодня, в седьмой день после похорон, на поминальную службу пришел не один десяток гостей. Поминальная служба началась в два часа, а закончилась, поскольку проходила в двух храмах почти в пять, после чего прямо в храме присутствующие вкусили священной пищи. Затем все отправились в дом Тадзими. Простой народ расположился в помещении при кухне, и атмосфера там воцарилась вполне непринужденная. А родственники усопших и первые лица деревни устроились в двух больших гостиных, которые соединили, убрав перегородку. Двум священникам предназначались отдельные столики с едой, остальные сидели вместе, перед каждым стоял поднос с угощением. Хозяйками вечера были, конечно, Коумэ-сама и Катакэ-сама, а они отдавали команды, а вся суета выпала на долю Харуё. Мне казалось, что от усталости она должна валиться с ног. — Не волнуйся, — успокоила она меня. — Все в порядке. Я чувствую себя вполне бодро. Наконец все было готово. В кухне ждали своей очереди два столика с угощением для почетных гостей, а на огромном столе в ряд возвышались два десятка подносов с едой для остальных. Тут же находилась Харуё, бледная, с отекшим лицом, потухшими глазами. — Ты плохо выглядишь, отдохни, поручи остальную работу Осими, а тебе лучше уйти в дальние комнаты и прилечь. — Нет, не могу, потерплю еще чуть-чуть. Тацуэ-сан, ты не мог бы пригласить гостей к столу? — Конечно. Я пошел было в гостиную, но меня задержала Нарико. — Тацуэ-сан, — окликнув меня, она смущенно опустила глаза. Нарико впервые заговорила со мной, и я улыбнулся ей, слегка досадуя, что я понадобился не очаровательному молоденькому созданию, а хилому, выросшему вдали от солнечных лучей, цветочку. Сегодня, правда, Нарико выглядела лучше, чем обычно. — О, Нарико-сан, я чем-нибудь могу быть полезным вам? Настоятельница монастыря Кайсейн, она хотела бы… — Спасибо, Нарико-сан. — А где она сейчас? — Пойдемте. Нарико повела меня в переднюю. Монахиня-байка уже собиралась уходить. — Как вы уходите? Мы приготовили угощение и как раз собираемся разносить. — Уже поздно. И потом старенькая я. Пойду. — Тацуэ-сан, — прошептала Нарико, — верите отнести настоятельнице ее под нос с угощением? — Да, конечно. Госпожа настоятельница, мы доставим вам угощение прямо в монастырь. — Спасибо. — В знак благодарности она склонила голову, а потом, оглянувшись, тихо сказала мне на ухо. — Тацуэ-сан, зайдите ко мне как-нибудь. Я хочу вам рассказать кое-что для вас очень важное. Я в буквальном смысле остолбенел. Монахиня-байка снова огляделась и продолжила. — Обязательно зайдите, причем один, без сопровождающих. Когда мы встретились у могил Богов Света, я хотела поговорить с вами, но вы были с молодой барыней из Западного дома. Не забудьте, ладно? О том, что я собираюсь вам сообщить, известно только мне и настоятелю храма Мороодзи. Если сможете, приходите завтра, буду ждать. Она еще раз со значением взглянула на меня, поклонилась и вышла из дома. Ошарашенный, я долго не мог сдвинуться с места, а когда пришел наконец в себя, кинулся к двери, чтобы получше расспросить монахиню. Но она уже исчезла. Стоявшая позади меня Нарико спросила, — Что сказала вам байка сама? В ее взгляде сквозило наивное удивление. — Ничего особенного, — ответил я и, доставив с кармана носовой платок, вытер выступивший на лбу пот. — Непонятно. Совсем ничего не понятно. Я пошел к гостям. На почетных местах уже сидели первосвященник храма Рэнкоодзи, господин Кодзен и послушник из храма Мороодзи, господин Эйсен. Место слева от них предназначалось мне, а рядом расположились Коумысама и Катакесама. Близ них должна была сидеть Харую, но пока ее место пустовало. Далее сидели дядя Куна с женой и старшим сыном. Напротив них устроились староста деревни, глава западного дома Сокити Намура и его супруга, за ними Мияко Мори, затем приятной наружности человек лет сорока пяти, светлокожей и с красивыми усами. Это был эвакуировавшийся в эту деревню врач Сюхэй Араи, которого я видел впервые. По слухам, он приехал из Осаки, но говорил на безупречном эдосском диалекте. — Эдо — старинное название Токио. Увидев его, я понял, что не случайно этот доктор отодвинул на задний план своего коллегу Куна Цунеми. Сегодня он вскрывал труп усопшего брата, и бабушки Коумы и Катаке настоятельно приглашали его прийти на поминки. За доктора Морайи сидела бабушка по матери и Кэн Китти, который, как оказалось, доводился мне дядей. Были там еще два незнакомых мне человека. Нас познакомили, но их имена не удержались в моей памяти. Я зашел на кухню и попросил отнести поднос с угощением настоятельницы монастыря Кейсаиды. — Как видя, она ушла. — Сделаем так. — Я велю служанкам позже доставить угощение ей в монастырь, — сказала Харуя. — Тацуя-сан, я прошу прощения, но придется тебе отнести гостям один поднос, вернее, столик с едой. — Хорошо. — Который? — Вот стоят два столика с угощением. Возьми любой из них, второй я сама понесу, а ты отнесешь столик и садись на свое место. — Перед кем его поставить? — Не имеет значения, они одинаковы. И мы с Харуя, взяв по столику, направились в гостиную. — Асима, тебе придется разнести все остальные подносы, и я тоже останусь с гостями. — Слушаюсь, Харуя-сан. — Мы вошли в гостиную, и я поставил столик с едой перед настоятелем храма Рэнко-Одзи господином Кодзеном. Харуя свой — перед господином Эйсеном из храма Маро-Одзи. Оба священника склонили головы в знак благодарности и приподняли рукава своих одеяний, готовясь приняться за еду. Пока мы занимали свои места, Асима с другими служанками принесли остальные подносы, после чего расставили на столе бутылочки с саке. Поминки начались. — Извините за скромное угощение. Пожалуйста, не стесняйтесь, ешьте. — Обратился я к гостям. Господа Кодзен и Эйсен, слегка склонившись в поклонье, приподняли малюсенькие чашечки с саке. При словах «настоятель преподобный Кодзен», представляющий себе солидного человека, в действительности же господин Кодзен напоминал скорее студента. Он был худощав, небольшого роста, в очках с толстыми линзами, на вид не старше тридцати, лишь одежда выдавала в нем священника. Послушник храма Маро-Одзи Эйсен, напротив, производил впечатление человека солидного и многоопытного. Ему было не менее пятидесяти. Он был сед, тоже носил сильные очки, обе щеки пересекали глубокие вертикальные морщины. Описывая поминки по своему старшему брату, логично было бы пересказать воспоминания гостей о нем. Но по причине, которую читатель поймет чуть позже, объектом дальнейшего повествования будет исключительно священник Кодзен. Несмотря на все старания старосты деревни и западного барина Сокити Намуры женить его, Кодзен все еще оставался холостяком. Разговоры о женитьбе смущали его, он краснел, как вареный осьминог, и непрерывно вытирал пот со лба. Мьяка с удовольствием подтрунивала над ним, из-за чего Кодзен еще сильнее обливался потом, а сидящие вокруг весело хохотали. А описывать то, что произошло через несколько минут, мне до сих пор мешает дрожь в руках. Ни Кодзен, ни Сен не отличались пристрастием к спиртному. Выпив по одной чашечке, они перевернули их, взяли палочки и приступили к еде. По японскому этикету поставленная вверх дном чашечка рюмка «бокал» означает отказ от дальнейшего питья. Другие гости последовали их примеру, а Сима с помощницами еле успевала подносить рис. И вдруг посреди обычного в таких ситуациях гула послышались крики «А, что, что со мной?». Я вскинул голову и увидел, что послушник Эйсен из храма Мородзи поддерживает совсем обессилевшего Кодзена. Выронив палочки для еды, одной рукой Кодзен опирался о татами, а другой хватался за горло и грудь. «Ох, тяжело воды, дайте воды». Несколько человек бросились на кухню, остальные в ужасе привстали. «Что с вами, Кодзен-сан, держитесь, скоро вам будет лучше», — раздавались возгласы. Староста приблизился к Кодзену, внимательно вглядываясь в его лицо. И тут Кодзен, вцепившись ногтями в татами, рухнул и забился в конвульсиях. «Грудь, тяжело!» Кровавая слюна брызнула на поднос с едой. Кто-то вскрикнул, часть гостей столпилась вокруг Кодзена, некоторые выбежали из гостиной. Такова была картина третьего убийства. Ненавижу уксус. Череда страшных событий продолжилась. Новое бессмысленное и безумное в своей бессмысленности убийство. Увидев на подносе кровь, доктор Араи резко поднялся и крикнул. «Доктор Куна, помогите мне!» Услышав этот оклик, я взглянул на дядю Цунеми. «Никогда не забуду его лица в тот момент!» Продолжая сидеть, он вытянулся вперед, накрыв своим телом поднос с едой. Его лоб был в поту, глаза, казалось, вот-вот вылезут наружу. Правая рука с зажатой в ней чашечкой для саке сильно дрожала. Я услышал, как чашечка хрустнула. Голос доктора Араи, видимо, вернул дядю Цунеми. На миг действительности он достал платок и вытер лоб. Увидев на ладони кровь, суетливо забинтовав руку платком. Потом поднялся. Видно было, как у него дрожали колени. Доктор Араи с удивлением взглянул на потрясенного Цунеми. Потом с профессиональной уверенностью начал осматривать Кадзена. «Пожалуйста, кто-нибудь, принесите мой портфель, он в прихожей!» На просьбу откликнулась Мияка, доктор Араи сделал несколько уколов, затем сокрушенно покачал головой. «Все, бесполезно». «Доктор, в чем причина смерти?» – испуганно спросил староста деревни. «Не могу ответить до вскрытия, но странно, агония точно такая же, как была у Куэсан. А вы что думаете, доктор Куна?» Тот, казалось, немного успокоился, но на вопрос своего коллеги никак не прореагировал. Все, находившиеся в гостиной, с подозрением взирали на него. И вдруг кто-то схватил меня за плечо и завопил. «Это он! Это он подсыпал ему яду!» Я вздрогнул и резко повернулся. Эйсен из храма Мородзи тыкал в меня пальцем. «Сволочь! Эта сволочь подбросила яд! Этот подлец убил родного деда, потом своего брата, а сегодня хотел убить меня, но по ошибке убил настоятеля!» На лбу Эйсена пульсировала вздувшаяся вена, вытаращенные глаза налились кровью. «Кто-то, оттолкнув меня в сторону, встал между мной и беснующимся священнослужителем. Это была Харуя, моя старшая сестра!» «Эйсен-сан, вы отдаете себе отчет в том, что говорите!» гневно воскрикнула она. «Чего ради Тацуя-сан стал бы вас убивать? Он к вам не имеет никакого отношения, как и вы к нему!» Эйсен вздрогнул, глаза его сверкнули. Он оглядел гостиную, увидев, что все взгляды устремлены на него. Еще раз сверкнул глазами, а потом вытер краем одеяния пот на лбу и неожиданно смущенно произнес. «Я… я прошу прощения!» «При чем тут прощения?» «Я вас спрашиваю, господин Эйсен, зачем Тацуя-сан стал бы покушаться на вас? Почему вы решили, что он пытался вас отравить?» Сестра, прерывисто дыша, вплотную приблизилась к нему. Эйсен совсем стушевался и робко лепетал. «Все… все… страшная картина… совсем потерял голову, сболтнул лишнее… забудьте, пожалуйста, простите…» «Нельзя же терять голову до такой степени, господин Эйсен! Четко ответьте на мой вопрос. Какая связь между вами и Тацуя-сан?» «Сестра…», – попытался я успокоить Харую, – «оставь его в покое, не стоит так нервничать!» «Но ведь больно слышать такие обвинения…» И сестра, закрыв лицо, руками зарыдала. «Итак, почему Эйсен поднял такой шум?» – говорит, голова пошла кругом. Но все равно он произнес то, что было у него на душе. Да, конечно, поняв, что Кадзена отравили, он сильно испугался, подумал, что хотели отравить его. Но вот вопрос, кому и зачем нужны все эти отравления?» Эйсен сказал, «Этот подлец убил родного деда, потом брата, а сегодня хотел убить меня». Что дало ему основание так говорить? И кому на самом деле понадобилось убивать дедушку, брата, а теперь еще и священников?» Это сплошь неразрешимые загадки. Смерть Кадзена подняла в деревне восьми могил новую волну страхов. Нечто таинственное и зловещее виделось в том, что две жертвы из трех принадлежали к роду Тадзиме. Но ведь третья жертва не имела к нашему роду никакого отношения, разве что храм Рэнкоодзи, настоятелем которого был покойный Кадзен, являлся семейным храмом. Если первые две смерти пусть с большим трудом еще можно было как-то объяснить, то третья представлялась совершенно бессмысленной. Весть о загадочной смерти священников сколыхнула всю деревню, и уже ночью из города Энн понаехали полицейские во главе с инспектором Исакавой. Скажу о нем несколько слов. Инспектор Исакава, умудренный опытом профессионал высочайшего класса, в прокуратуре префектуры получил прозвище «Старый лис». В связи с тем, что обстоятельства смерти брата вызвали подозрения у полиции, он начал расследование и каждый день приезжал в деревню из города Энн, в котором временно поселился. Так что сейчас его появление было вполне закономерным. Интересно другое, среди сыщиков оказался уже знакомый мне Коске Киндаити. Я не без удивления отметил, что у коллег он явно пользуется огромным авторитетом. Далее сам инспектор Исакава был с ним подчеркнуто любезен. Вот что этим людям удалось выяснить. Яд, которым был отравлен Кадзен, скорее всего оказался в уксусе, использовавшемся для заправки некоторых блюд. Относительно того, когда ядовитое вещество добавили в уксус, можно сделать следующие предположения. Пока в гостиной читали сутры, два столика с угощениями и около двадцати подносов находились на кухне, готовые для подачи гостям, оставалось только бульон разлить. В основном в кухне хлопотали женщины, но и мужчины нередко заклядывали сюда, кто воды попить, кто взять стакан. Следовательно, возможность подложить яд в еду на столике Кадзена существовала. Оставался вопрос, как мог преступник знать, что перед Кадзеном поставят именно этот столик. То, что столики предназначались для священников, было понятно, и тут преступник мог быть спокоен. Если даже произойдет какая-то путаница, еда с ядом не окажется перед ним. Однако достанется яд Кадзену или Эйсену, сам Шаки Амуни не мог знать. То, что в гостиную столик с отравленной едой внес я, а второй нетронутый Харуя, было абсолютной случайностью, так же, как совершенно случайно я встал справа от сестры. А в таком порядке мы понесли столики, и отравленную еду я опять-таки случайно поставил перед Кадзеном. Все эти действия совершались автоматически, помимо нашего сознания или воли. Правомерно ли из этого делать вывод, что преступнику было безразлично, кто умрет, Кадзен или Эйсен? Пожалуй, нет. Это было бы уж слишком бессмысленно. Хотя вообще-то во всей этой истории бессмыслицы хватало. Тем не менее, очевидно было, что преступник отнюдь не кретин. На самом деле случившееся кажется нам бессмысленным просто потому, что мы не имеем ни малейшего представления о планах преступника. Пока мы следуем начертанной им схеме, и если не создадим свою собственную схему действий, никогда не узнаем об истинной цели двух прежних и последнего отравлений. Очевидцам трагедии предложено было принять участие в эксперименте на месте происшествия. Инициатором эксперимента, похоже, был Коске Киндоити. Он попросил меня и Харуя повторить наш путь со столиками из кухни в гостиную. К счастью, благодаря предусмотрительности доктора Араи к преступному столику никто не прикасался, из гостиной только труп вынесли для вскрытия, а все остальное оставалось в неприкосновенности, как в момент преступления. Всех попросили занять свои прежние места. Удостоверьтесь, пожалуйста, что перед вами те самые подносы, с которых вы брали еду в момент трагедии. Мы внимательно осмотрели подносы и их содержимое, особое внимание и обращая на уже початые блюда. Сам Коске Киндоити внимательно осматривал каждую склянку с уксусом и что-то записывал в блокнот. Что интересно. А, понял. Он отмечал, кто пользовался уксусом, а кто нет. Риск прийти к неверным выводам оставался все равно, ведь если с самими подносами все было понятно, склянки с уксусом, а равно как и тарелочки с едой, случайно могли оказаться на соседнем подносе. Кроме того, несложно было палочками вместе с уксусом перенести яд в любую тарелку с едой. Позднее Коске Киндоити огласил свое заключение. Из всех присутствовавших на поминках, только один человек совершенно не прикасался к уксусу. Этим человеком был я, Тацуэ Тадзими. Я всегда терпеть не мог уксус. Путешествие Эйсена Я чувствовал себя совершенно обессиленным, и к ощущению крайней физической и моральной усталости добавилось сознание собственной тупости. Вскрытие Кодзена решено было произвести на месте, и труп сразу же перенесли из гостиной в соседнюю комнату. Инспектор Исакава телеграммой вызвал патологоанатома из полицейского управления префектура. Вечером всех нас с пристрастием допрашивали. Если после первых убийств совершенно непонятно было, кто убийца, где его искать и каким образом он мог подбросить яд, то в этом случае картина была несколько яснее. Во-первых, было понятно, что убийцу следует искать в этом самом доме, что он ловко подложил в еду яд, воспользовавшись суетой на кухне. Стало быть, человек, убивший деда, брата, отравивший Кодзена находится совсем рядом со мной. При мысли об этом меня пробирал озноб. Допросы длились до глубокой ночи. Ваш покорный слуга попал в лапы самого по слухам жесткого из сыщиков. Меня преследовало ощущение, что череда дерзких преступлений лишила моего мучителя способности рассуждать здраво. Он, по-видимому, воспринимал меня как маньяка-отравителя, без каких-либо мотивов, убивавшего всех подряд. Наверное, преступник именно таков, но откуда уверенность в том, что этот преступник — я? Разве злодеяния моего отца являются достаточным основанием для того, чтобы считать злодеем меня? Еще одно обстоятельство осложняло мое положение. В этой деревне я был чужаком, чьи действия непредсказуемы и непонятны. Во всей деревне не найдется ни одного человека, который без колебаний заступился бы за меня. Даже харуя. Но разве я имею право укорять сестру? Полицейские прямо-таки источали флюиды подозрительности, и неудивительно, что весь мир смотрит на меня с недоверием и враждебностью. Такого рода горькие мысли совершенно истерзали меня. Следователь упорно пытался добиться от меня признания в убийстве. Его очевидная предвзятость и недоброжелательность отнимала у меня последние силы. В эпоху Эда применяли такую пытку. Подозреваемому на протяжении нескольких дней не позволяли спать. Душевное и физическое изнеможение лишало его всякой воли, и он признавался в том, что делал и чего не делал. Нет, я не хочу сказать, что допрашивавший меня полицейский действовал подобными методами. Скорее, я сам истерзал себя своими горькими думами. Я дошел до того, что поверил в собственную порочность, в то, что сам того не ведая совершил ужасающие злодеяния. Я уже готов был кричать «Да, да, это я виноват, я виновник всех несчастий, я признаюсь во всем, только оставьте меня в покое». И тут явился мой спаситель в лице Коски Киндоити. «Господин инспектор», — обратился он к Исакаве. «Мы можем денно и нощно выяснять, чьих рук эти дела, но ни к чему не придем, поскольку совершенно не понимаем, каким мотивом руководствовался преступник. В случае со стариком Усимацу, как и в случае с Куя, на первый взгляд может показаться, что мотивы преступления достаточно ясны, но поразмышляв, приходишь к выводу, что эта ясность мнимая, и их мотивов попросту нет, или нам не удалось их обнаружить. А что касается убийства Кадзена, тут мы не имеем даже намеков на мотивы убийства. И пока мы не поймем, в чем состоит замысел преступника, мы не имеем права осуждать или подозревать кого бы то ни было». Авторитет Киндоити был, очевидно, настолько высок, что никаких возражений со стороны Исакавы не последовало, и я был освобожден от допросов, походивших больше на пытки. Да, происшествия и в самом деле сверхзагадочные. Ни одно расследование не отнимало у меня столько сил и нервов. События 26-летней давности тоже долго не поддавались осмыслению, хотя потом выяснилось, что они носили, в общем-то, примитивный характер. Нынешние происшествия по масштабу куда меньше, но разобраться в них несравненно труднее, и очень вероятно, что они как-то между собой связаны. Черт, выросло два новых поколения, а прошлое до сих пор отзывается страшным эхом. Оставив двоих полицейских охранять труп Кадзена, группа дознавателей во главе с инспектором Исакавой в двенадцатом часу ночи покинула деревню. Труп оставался в доме. Доктор из Н должен был прибыть завтра. Вскоре после отъезда полицейских гости, которых они так надолго задержали, тоже потихоньку разошлись по домам. Просторная гостиная оказалась пустой и унылой, словно обмелевшее озеро. Усталость и апатия обуяли меня. Я в оцепенении сидел в гостиной, пытаясь справиться с напором горестных мыслей, но слезы, помимо моей воли, наворачивались на глаза. Из кухни доносилось постукивание посуды, но голосов служанок не было слышно. Видимо, Осима и другие молчали, стесняясь меня. Неужто и они меня подозревают? Я один на всем белом свете, и мне неотково ждать слова поддержки, ласковой ободряющей улыбки. Жалость к самому себе затопила меня, как вдруг… — Нет, это не так, — будто, прочитав мои мысли, сказала Харуя и обхватила меня сзади за плечи. — Я всегда была и буду твоим другом. Ласково обняв меня, она продолжила. — Кто бы что ни говорил, на меня ты всегда можешь положиться. Пожалуйста, помни об этом. Я верю тебе. — Нет, не просто верю, я знаю, что ты не способен на подобные злодеяния. Впервые в жизни я слышал такие теплые слова. Я, как малое дитя, головой уткнулся в ее грудь. — Сестра, дорогая сестричка, ну скажи, что мне делать? Объясни, как я должен вести себя? Наверное, мне не надо было приезжать сюда. Я в любой момент могу вернуться в Кобы. — Сестра, миленькая, посоветуй, пожалуйста, как мне быть? Ласково поглаживая меня по спине, Харуя ответила. — Это было бы проявлением слабости. Выброси эту идею из головы. Ты родился в этом доме, и ничто не может заставить тебя покинуть его. Я очень хочу, чтобы ты навсегда остался здесь. Но ведь как только я приехал сюда, одно за другим стали происходить эти ужасные несчастья. Мне ни на минуту нельзя оставаться тут. Ну скажи мне, кто может творить здесь такое зло, и какая связь между мной и преступником? — Тацуя, Кун, — голос у Харуя дрожал. — Забудь обо всей этой чепухе. — Какое отношение ты можешь иметь к этим ужасным преступлениям? Взять, к примеру, хоть отравление брата. Разве у тебя было время подменить лекарство на яд? Ведь ты только-только приехал в деревню. — Но у полицейских другое мнение. Они считают меня чуть ли не колдуном. — Да они просто спятили. Все немного успокоится, и ошибка сама собой выяснится. Так что, Тацуя, Кун, не отчаивайся. — Сестрица, — я хотел еще что-то сказать, но слова застряли в горле. Харуя тоже некоторое время молчала, а потом, будто вспомнила о чем-то, спросила. — Тацуя, Кун, помнишь, ты задавал мне странный вопрос? — Я задавал странный вопрос? — Да, а ты спрашивал, не выезжает ли кто-нибудь из деревни в последнее время? Почему это тебя интересовало? Я, удивленный таким поворотом разговора, внимательно посмотрел на Харуя. В ее уставших глазах мелькнула искорка. Наверняка ее осенили какие-то догадки. Не утаивая ничего, я рассказал ей о странном человеке, интересовавшемся в Кобе деталями моей жизни и характера. Упомянул, что он не имел никакого отношения к искавшему меня адвокату Суви, и добавил, что, по мнению многих, он приехал из деревни. Харуя слушала меня, широко раскрыв глаза. Поинтересовалась, когда примерно это было. Я, загибая пальцы, стал высчитывать примерную дату. Она, в свою очередь, начала считать дни, тоже загибая пальцы. Затем, глубоко вздохнув, сказала. — Да, все совпадает. Тацуэкун, ты имел в виду жителя именно нашей деревни? Когда ты спрашивал, я по рассеянности ответила, что никто из наших никуда не выезжал, но один человек был в отъезде именно в эти дни. Правда, он не из нашей деревни, но здесь у него очень тесные связи. — Кто эта сестра? Кто он? — Господин Эйсен из храма Мороодзи. Я буквально окаменел. Уставившись на Харуя, я дрожащим голосом переспросил. — Это точно? — Точно. Ошибки быть не может. Помнишь, что он говорил тебе? Я ужасно разозлилась, набросилась на него. И вот тогда-то я и вспомнила, что в начале прошлого месяца он куда-то уезжал. В храме, во всяком случае, его пять-шесть дней не было. Эта новость потрясла меня. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Зубы от волнения стучали. — Харуя, дорогая, скажи, а что за человек этот Эйсен? Он имеет какое-нибудь отношение к нашему дому? — Да что ты, конечно, нет. Сразу после окончания войны он попал в храм Мороодзи, а до того где-то в Манчжуре и занимался миссионерской деятельностью. У него сложились хорошие отношения с настоятелем Чоэем, и когда тут болеет, Эйсен замещает его. А что он за человек, я понятия не имею. Если в Кобе на самом деле был Эйсен, возникает множество вопросов. Что он там делал, зачем приезжал, почему проявлял ко мне повышенный интерес? — Сестра, может быть, Эйсен что-то знает об отравлении Кадзена? Это можно заключить и из его сегодняшних ужасных речей? — Наверняка знает, хотя ему вообще не следовало бы произносить вслух такие вещи. Потом Эйсен объяснял, что потерял голову от кошмара, свидетелем которого оказался. Ну, допустим, потерял голову, но и при этом человек произнесет вслух только то, что у него в душе. — Ты помнишь, что он орал Тацуэ-кун? — Мог ли я это забыть? От его криков я трясся, как в лихорадке, и временно потерял дар этой речи. — А эти его вопли не натолкнули тебя ни на какие идеи? — продолжала Харуя. — Нет никаких идей у меня не появилось, — ответил я. И снова тоска и страх при мысли о моем безнадежном положении заставили меня поникнуть головой. В это время в дверях показалась Асима. — Тацуэ-сама, бабушки хотят вас видеть. — Скажите, что я тоже сейчас приду? Харуя двинулась было к выходу, но Асима остановила ее. — Нет, госпожа может остаться тут, просят только наследника Тацуэ-сама. Мы с Харуя обменялись недоуменными взглядами. — Чай с ядом. За неделю, что я провел в этом доме, я ни разу не оставался наедине с бабками. Всегда Харуя или кто-нибудь еще присутствовали при наших встречах. Поэтому сейчас я несказанно удивился. День был тяжелейший, время более чем поздний. Видеть желают меня одного без Харуя. Все это показалось мне странным и подозрительным, но повода в уклониться от приглашения у меня не нашлось. Я поднялся, и в сопровождении Асимы пошел к бабушкам. Харуя проводила меня беспокойным взглядом. Бабушки занимали в огромном доме две самые дальние комнатки в конце длиннющего коридора. Одна из них служила спальней, постели Коуме-сама и Катаке-сама расстилали рядышком. Асима привела меня в комнату, где обе старухи мирно пили чай. Несмотря на поздний час, спать они, похоже, и не собирались. Я до сих пор не научился различать, которая из них Коуме, а которая Катаке. Встретили меня улыбками. «Ой, Тацуя, спасибо, что зашел. Проходи, садись. А ты, Асима, свободна. Можешь идти отдыхать». Разом заговорили старушки. Я сел на указанное место, а Асима, вежливо покланившись, вышла из комнаты. «Бабушки, у вас ко мне какое-то дело?» – спросил я, переводя взгляд с одной на другую. «Ну, до чего же не напоминают мартышек?» Ответом мне был старческий смех. «Охо-хо, никаких дел. Отдохни спокойно в собственном доме. Правильно я говорю, Катаке-сан?» «Конечно, Коуме-сан совершенно права. После смерти Куя ты законный наследник и должен держать себя соответственно». Видимо, с возрастом чувства у людей притупляются. Во всяком случае, эти старушки вели себя, словно никакой трагедии сегодня не произошло. Мне стало не по себе. «Чем могу быть полезен вам?» – настаивал я. – «Абсолютно ничем. Ты наверняка устал сегодня, и нам захотелось просто угостить тебя чаем». – «Да, после всех этих событий как не утомиться. А чай у нас прекрасный, выпей чашечку. Коуме-сан, приготовь, будь добра». – «Да-да, сию минуту». Привычными движениями Коуме заварила чай и поставила его передо мной. Пытаясь понять, что у них на уме, я переводил взгляд с одной старухи на другую. Не скрою, мне чудилось что-то неладное. «Что с тобой? Почему ты не пьешь? Коуме специально заваривало? Ты должен выпить хотя бы из уважения к ней». Отказаться было невозможно, и я сделал глоток. Странный вкус и такое ощущение, будто в язык вонзилось жало. От испуга сердце у меня бешено заколотилось, а взглянув на бабушек, я заметил, как они многозначительно перемигнулись. Меня словно током пронизало, я покрылся липким потом. «Неужели? Неужели маньячки и отравительницы эти старухи?» «Ты что, Тацуя, что ты так странно смотришь на нас? Ну, давай же, пей!» «Да-да!» «Хо-хо-хо! Чудак! Чего ты испугался? Нет в чае никакого яда. Ну, давай, выпей залпом!» Неужто эти ведьмы так откровенны? С каким нескрываемым интересом наблюдают они за моими руками, держащими чашку? Хотя одновременно в их лицах угадывается и тревога. В глазах у меня потемнело, руки сильно дрожали. «Ну, что ты, давай, допивай скорее чай и иди спать, уже очень поздно!» «Да, сегодня день был тяжелый, долгий, естественно, ты очень устал. Пей чай, забудь обо всем и спать. Нет ничего лучше сна!» Я был, что называется, приперт к стене. Выплюнуть бы ни секунду не медля горький чай, наполняющий мой рот. Выплюнуть бы! «А толку-то, я ведь уже частично его проглотил?» Ах, будь что будет. С мужеством отчаявшегося человека я залпом допил чай, дрожа при этом как осиновый лист. «Выпил, весь чай выпил!» «Ну и хорошо, умница!» «Ха-ха-ха!» Старухи радовались, как маленькие девочки. «Если б я мог понять, что происходит в моем организме!» «Наверное, через мгновение я почувствую сильные боли в животе, зараженная кровь дойдет до сердца!» Собрав последние силы, я уперся одной рукой в пол, низко поклонился, поднялся и ушел. В коридоре меня поджидала встревоженная Харуя. «Чего они от тебя хотели, Тацуэ-кун?» «Ничего, просто чаем угостили». «Чаем?» Харуя нахмурилась. «Ой, Тацуэ-кун, что случилось? Ты ужасно бледен и весь в поту?» «Ничего страшного, просто устал немного. Высплюсь и приду в норму. Спокойной ночи, сестрица!» Она протянула руку, предлагая мне опереться на нее, но от помощи я отказался и, пошатываясь, направился к себе. Асима уже приготовила постель. Меня шатало, как после крепкого алкоголя. Я с трудом разделся, выключил свет и нырнул под одеяло. В детстве я осмотрел спектакль «Защитники замка». Один из персонажей, Масакио Сато, зная, что предложенная ему Сакэ отравлена, вынужден был в силу обстоятельств выпить его. Три года ему пришлось провести в заточении в главной башне замка. Тело его с каждым часом усыхало. Свет жизни слабел, пока совсем не угас. Мне вспомнился этот спектакль и испытанные мною в далекие детские годы ужас и страдания. Нынешней ночью этим персонажем был я. Терзаемый отчаянием и ощущением собственной беспомощности, и одновременно напряженный, как струна, я изо всех сил пытался уловить изменения, происходящие внутри моего организма. Я лежал с закрытыми глазами в полной темноте, а в воспаленном мозгу дичайшие кровавые фантасмагории сменяли одна другую. Однако никаких подозрительных симптомов я не ощущал, а точнее говоря, просто не успел ничего ощутить. Мои измотанные нервы потребовали незамедлительного отдыха, и я сам не заметил, как заснул. Не знаю, который шел час, когда нечто совершенно невероятное заставило меня открыть глаза. НЕВЕРОЯТНОЕ ПРОИШЕСТВИЕ С детства я обладаю одной особенностью, точнее было бы даже назвать ее болезнью или синдромом. В периоды сильного переутомления, например, во время подготовки к экзаменам или в моменты нервного напряжения, я внезапно просыпаюсь по ночам. Но просыпаюсь не полностью, бодрствует и то наполовину только сознание, в то время как тело продолжает спать. Тому, кто не имеет подобного опыта, не понять, насколько мучительно описываемое состояние и какая при этом одолевает беспомощность. Что я имею в виду, говоря о наполовину бодрствующем сознании? Пусть довольно смутно, но я сознаю, что меня окружает, что происходит рядом. Но при этом я будто парализован. Не только руки-ноги, даже язык не слушается меня. Когда я внезапно проснулся в эту ночь, состояние у меня было именно такое. Мне показалось, что в комнате происходит нечто странное. Я кожей чувствовал чье-то присутствие, колебание воздуха, сдерживаемое дыхание. Еще сквозь сомкнутые веки я ощутил, что в комнату проникает неяркий свет. И это при том, что, ложась спать, я свет выключил и засыпал в полной темноте. Невыразимый ужас сковал меня, я покрылся испариной. Хотелось кричать, но язык окаменел. Пытался приподняться, пошевелить руками и ногами, но остался недвижим, будто был пригвожден к постели. Может, удастся хотя бы раскрыть глаза? Но нет, веки словно намертво склеены, разодрать невозможно. Наверное, со стороны могло показаться, что я мертв, или, по крайней мере, при смерти. Некто, находившийся в комнате, видимо, успокоенный моей неподвижностью, опустившись на колени, начал медленно приближаться к изголовью, затем стал внимательно всматриваться в меня. Я не видел взгляда, я чувствовал его. Какое-то время неизвестный неподвижно сидел у моего изголовья, стараясь не дышать и пытливо наблюдая за мной. Но вскоре задышал громко и прерывисто, так что я отчетливо чувствовал горячее дыхание, и тут вдруг какая-то капля упала на щеку. Слеза. Я невольно проглотил слюну и судорожно вздохнул. Человек, испугавшись, отпрянул от меня, но не удалился, а продолжал наблюдение. Потом по-прежнему на коленях снова придвинулся было ко мне, но вдруг отшатнулся, застыл в неподвижности, тяжело дыша, и через несколько мгновений поднялся. Сдерживавшие меня оковы будто немного ослабли, веки наконец разлепились, и меня словно ударило током. Перед той самой загадочной ширмой я увидел человека. Он стоял спиной ко мне, так что разглядеть его я не мог, но мне показалось, что это один из изображенных на ширме стариков. Мне тут же вспомнился рассказ Харуя о том, что подобную картину довелось наблюдать пьянчужки по имени Хэйкити. Чтобы лучше рассмотреть эту вышедшую из ширмы фигуру, я напряг глаза, но в этот момент неяркий свет пропал, комната снова погрузилась в полную темноту, а фигуру, казалось, поглотила ширма. Изо всех сил я боролся со своей слабостью, я дышал как можно глубже, в надежде, что это поможет мне подняться. И постепенно это удавалось, хотя сесть я все еще не мог. Неожиданно я услышал шаги за дверью. Кто-то приближался к моей комнате. Я снова затаил дыхание. Да, кто-то торопливо идет по коридору. Торопливо, но по-кошачьи мягко. Вот уже слышен шорох одежды. Нет, шли не сюда. Кто-то раскрыл Сёдзи в дальней комнате и вышел на веранду. Сёдзи. Окно-перегородка. Вот он остановился с той стороны окна прямо напротив меня. Я закрыл глаза и замер. Сердце выпрыгивало из груди, лоб покрылся испариной. Секунда. Вторая. Сёдзи, разделявшие комнату и веранду, открылись. Кто-то проник в комнату. Чуть приподняв веки, я разглядел не одну, а две фигуры и обомлел. В комнату вошли Коуме и Катака. Одна из них держала в руках старинный фонарь. Старухи были в черном, на запястьях четкие из хрусталя. И, к моему удивлению, обе опирались на трости. Стараясь двигаться бесшумно, они подошли к изголовью, держа перед собой фонарь, присели на корточки и стали внимательно всматриваться в меня. Я, конечно же, сразу закрыл глаза. — Видишь, как крепко спит, — сказала одна. — Средства, значит, эффективные. — Хо-хо-хо! — басом расхохоталась другая. — Катакэ-сан, погляди, вспотел как? Не иначе переутомился. Слышишь, дышать тяжело. Даже жалко его, в какие только переплеты не попадал. — Думаю, порции, что мы всыпали, вполне достаточно. Вряд ли он скоро проснется. — Да уж, послушай, сегодня полнолуние пора молиться. — Да, пора. — Каумэ и Катакэ с фонарем в руках вышли из комнаты на веранду. Я услышал щелчок. Они закрыли Сёдзи снаружи. — К этому моменту способность двигаться вернулась ко мне. Я вскочил с постели. — Что это было? Приснилось? — Нет. То был не сон. Я же слышу шаркающие шаги по веранде окружающий дом. Вот старухи идут в уборную, Сёдзи отражают свет фонаря и их движущиеся фигурки. — За комнатой, которую мне отвели, находилась кладовая логическое существо с красной шерстью. Я заметил, что когда старухи вошли в кладовую, глаза женской маски засветились, словно позади стояла горящая свеча, и пламя её мерцало, то разгораясь, то почти угасая. Я с недоумением глядел на глаза маски, но быстро догадался, почему они светятся. За маской в стене было отверстие, через которое и проникал свет фонаря, принесённого в кладовую бабками-близнецами. Кое-что прояснилось, но сердце по-прежнему отчаянно колотилось. Я встал с постели и осторожно подошёл к токономе, но тут в кладовой что-то упало, и глаза маски сразу же перестали мерцать, значит, погас фонарь. Меня пробрала нервная дрожь. Я попытался проанализировать происходящее, прежде всего я пришёл к выводу, что Каума и Катаке добавили в чай не яд, а снотворное. И сделали они это для того, чтобы я не увидел, как они направляются в эту таинственную кладовую. Но что им понадобилось там поздней ночью? Я осторожно включил свет, бесшумно выскользнул из комнаты и проник в кладовую. Кауму, она находилась сразу за токономой. Абсолютная темень. — Бабушки, вы тут? — негромко окликнул я. Ответа, разумеется, не последовало. Впрочем, я и не ожидал его. Решительно дёрнув шнур, включил свет. Как я и предполагал, ни Каумы, ни Катака в кладовой не оказалось. Кроме маленькой дверцы в туалет и выхода на веранду, никаких других дверей я не обнаружил. Окошечко в северной стене было зарешочено снаружи. На веранде я с бабушками не столкнулся. Куда же они исчезли? Снова тревога овладела мною. Я не сомневался, что где-то здесь должен быть потайной ход. Косвенно на это указывали свидетельства Харую и Хэйкити. Так, вспомним. Хэйкити рассказывал, что когда ночевал в гостиной, чувствовал чей-то пристальный взгляд. Очень может быть, что прежде чем появиться в гостиной, кто-то через потайной ход проникал в кладовую и смотрел оттуда сквозь отверстие за маской. Я осторожно подошел к стене, за которой была токанома, снял висевшее на ней зеркальце и действительно обнаружил в стене маленькое отверстие. Глянул в него, вся гостиная была как на ладони. Кто и с какой целью проделал это отверстие? Это еще предстоит обдумать, но прежде следует выяснить, существует ли потайной ход. Я снова принялся внимательно осматривать кладовую. Три старинных, окаемленных металлическими пластинками шкафчика вдоль стен, пять-шесть корзин с ненужной одеждой, в углу на возвышении воинские доспехи. С потолка свисает бамбуковый паланкин. Но мое внимание привлек не этот скарб, а огромный длинный сундук в самом центре кладовой. Вспомнилось, как что-то упало, очень вероятно, то была крышка этого сундука. Засов сломан, крышка лежит не по центру, как положено, а сдвинута в сторону. Я приподнял ее. В сундуке лежали шелковые постельные принадлежности несколько комплектов. Я хотел вытащить белье, но не успел, послышались чьи-то торопливые шаги. Уж не бабушки ли возвращаются сюда? Я быстро включил свет, поскорее вернулся к себе и нырнул под одеяло. И в этот самый момент услышал, как в кладовой поднимают крышку сундука. Увидел, что глаза маски снова как будто ожили. А через минуту Каума и Катаке уже стояли около меня. Я едва успел закрыть глаза. Поднеся фонарь к моему лицу, они пристально разглядывали меня. — Ну, видишь, крепко спит. Это тебе, Катаке-сан, показалось, что в кладовой горел свет? — Нет. Свет горел. Я сама удивилась. Почему? — Ты сегодня говоришь невесть, что? Кому вообще известно про существование этой кладовой? Никому, кроме Будды. — Нет. Там точно кто-то был. Когда мы включили фонарь, кто-то прошмыгнул. Мимо. — Опять ты о своем. Давай не будем будить Тацуя, поговорим в другом месте. И старухи заковыляли по длинному коридору в свои комнаты. Четвертая жертва Безотлагательные дела и вопросы, требовавшие незамедлительного ответа, сыпались на меня, как из рога изобилия. Прежде всего, следовало отыскать потайной ход, а также решить кучу загадок. Зачем Каума и Катаке, крадучись, глубокой ночью ходили в кладовую? Для чего им понадобилось проникать в гостиную, где я спал? Кто еще приходил сюда, когда здесь ночевал Хейкити? И все обдумать, проверить, разыскать я должен был самостоятельно и в тайне от всех. Ведь даже Харуя, мне кажется, ничего не знает ни о каком потайном ходе. Но в эту ночь я был не в состоянии ни обдумывать что-либо, ни тем более действовать. На меня навалилась каменная усталость, возможно, еще действовала снотворная. Как только Каума и Катаке ушли, я заснул мертвецким сном. С утра голова у меня гудела, соображал я с трудом. Руки и ноги будто налиты свинцом, во всем теле ощущалась слабость. А мысль, что сегодня снова могут нагрянуть полицейские, приводила меня в ужас. Но расслабляться я не должен. Тем более, что сегодня у меня важная встреча с настоятельницей женского монастыря Байка, у которой, по-видимому, и в самом деле есть важная информация, имеющая ко мне непосредственные отношения. Не знаю, пригодится ли она мне, но получить ее необходимо. Если здесь появятся сыщики, мне не удастся вырваться, поэтому я решил отправиться в монастырь сразу после завтрака. Не успел я встать с постели, как вошла Харуя. Вчерашнее неожиданное приглашение бабушек, по всей видимости, насторожило ее. Взглянув на меня, она немного успокоилась. Только что проснулся, как самочувствие. — Спасибо, все в порядке. Извини, что заставил тебя волноваться вчера. — А цвет лица у тебя все-таки плохой. Не стоит мучить себя, принимать все так близко к сердцу. — Да, ты права. Постепенно свыкнусь, оправлюсь так, что не беспокойся. Я решил не рассказывать Харуе о вчерашнем. Здоровье у нее и так слабое, да к тому же она очень переживает за меня. Непростительно было бы еще больше волновать ее. — Что сегодня с бабушками? Спят до сих пор. — Не будем ждать, позавтракаем без них, — предложила Харуя. Во время завтрака я расспрашивал ее о банкате. Надеюсь, читатели помнят, что банкате — искаженное название местечко у богаити. Но поскольку все говорят банкате, я и далее буду употреблять это название. Харуя удивили мои вопросы, и тогда я решил все-таки вкратце рассказать ей о вчерашних событиях и о предстоящей встрече с байка. Сестра слушала меня, широко раскрыв глаза. — Идешь навстречу с байка Сама в монастырь? Интересно, что она собирается тебе рассказать? — Представления не имею, но я хочу знать обо всем, что касается меня. Боюсь, полиция помешает мне, поэтому хочу удрать до их приезда. — Ну что же, иди, конечно. Да, странно. Что монахине байка известна о тебе? В голосе Харуя слышались нотки беспокойства. Тем не менее, я решил поинтересоваться, что собой представляет байка. Узнал я примерно следующее. Когда и почему байка приняла постриг, Харуя не знает, но сколько помнит себя, столько помнит и монахиню по имени байка. Родом она из этой же деревни, весьма образована и прекрасно справляется со своими обязанностями. В отличие от безумной Мерен, монахини с крепким чаем, к байка все относятся с уважением и доверием, даже такие почтенные люди, как настоятель храма Маро-Одзи господин Чуэй. — Все-таки очень интересно, что хочет сообщить тебе байка сама. Похоже, Харуя не хотелось, чтобы я встречался с госпожой байка, что-то беспокоило ее, но скромная и застенчивая сестра отговаривать меня, конечно, не стала. Позднее я пожалел об этом, и если б сестра уговорила меня отказаться от встречи, я был бы избавлен от очередного кошмара. Примерно в 9 утра я вышел из дому. Как вы помните, семью Тадзими называют восточными барами, потому что наш дом расположен в восточной части деревни, а район Банкати с монастырем Кейсейн находится на западной окраине. Иными словами, до монастыря надо пройти около двух километров. Мне хотелось остаться незамеченным, и я выбрал дорогу позади холмов. Было 3 июля, погода стояла превосходная, на ветвях деревьев весело щебетали птички, подо мной простирались поля с зеленеющими ростками риса. На каждом шагу попадались лениво дремавшие на солнышке быки и карлова. Ходьбой было не более получаса, впереди показалась внушительных размеров усадьба. Это дом Намуры, которого в деревне величают западным барином. По богатству семейство Намура уступает нам, но сама усадьба, огромный амбар во дворе, конюшня и другие строения на порядок лучше близлежащих домов. Где-то тут, рядом с усадьбой, живет Мияко со старушкой, также приехавшей из Токио. А вдруг Мияко встретится по дороге, думал я, проходя мимо усадьбы. Раздавшийся внезапно визгливый крик напугал меня до полусмерти. «Эй, ты куда?» С обочины на дорогу выскочила монахиня Мюрен и преградила мне путь. Я вздрогнул и почувствовал, что ноги не повинуются мне. Мюрен тащила какую-то тяжесть. Увидев меня, она бросила ее и выпрямилась во весь рост. «Возвращайся, иди назад к себе, уходи, уходи, сиди у себя в восточном доме и не вылезай из него ни шага по деревне, куда бы ты ни пошел, за тобой тянется кровавый след. Кого ты сейчас идешь убивать?» За безобразной заячьей губой открылись выпирающие вперед кривые желтые зубы. Я с трудом сдерживал переполнявшую меня ярость. С ненавистью взглянув на нее, я хотел прошмыгнуть мимо, но она попыталась преградить мне путь своим объемным баулом. Я делал шаг направо, и она туда же, я налево, и она налево. Со стороны могло показаться, что мы просто валяем дурака. «Не пущу, не пущу тебя, и шага не пройдешь вперед. Уходи, возвращайся в свою восточную усадьбу, собирай свои вещи и уматывай из деревни». Усталость и недосыпание не оставили и следа от моей обычной сдержанности. Волна гнева снова захлестнула меня. Я схватил Мюрен и с силой отшвырнул ее в сторону. Она отлетела к забору, шлепнулась об него задом. Что-то загремело в ее бауле. Мне все-таки удалось напугать эту безобразную старуху. На время она потеряла дар речи, только губы дрожали. Затем разрыдалась и принялась, что есть мочь и орать. «Убийца, на помощь, на помощь, он хочет убить меня, помогите!» Из усадьбы выскочили несколько парней и подбежали к нам. Они смотрели на меня так, что я похолодел. Все, это конец, пронеслось в голове. «Эй, слушайте все, схватите этого типа и отведите в участок. Он хотел убить меня. А-а-а, как больно, ой, болит! Этот негодяй пытался убить меня!» Парни молча окружили меня плотным кольцом. Сторонний наблюдатель решил бы, что мы сейчас запрыгаем в хороводе. Но, как вы понимаете, мне было не до танцев. Из подмышек катились струйки пота. Я не считаю себя трусливым, но сейчас отдавал себе отчет в том, что попал в руки людей, ничего не воспринимающих, не способных вынять никаким доводом, а в мире нет ничего страшнее невежества и бескультурья. Я понимал, что обречен. Я был не в состоянии вымолвить ни слова, язык анемел, из горла вырывался только хрип. Между тем парни окружали меня все плотнее. Старуха-монахиня, не переставая рыдать, громко вопила. Я был, в буквальном смысле, загнан в угол. И в этот момент кто-то выскочил из дома на муры. К моему великому счастью, то была мияка. Одного взгляда хватило ей, чтобы разобраться в обстановке. Она мгновенно подбежала к нам и встала позади меня. «Что происходит? Что вы собираетесь делать с этим человеком?» Один из парней шевелил губами, но я не мог разобрать, что он там мямлил. Мияка тоже ничего не поняла, повернув меня к себе лицом, спросила. «Тацуя-сан, что происходит?» Я в двух словах объяснил ей ситуацию. Она нахмурилась. «Так и знала, что этим обернется. Как я понимаю, виновата монахиня. Ну что?» — обратилась она к молодым людям. «Надеюсь, вы тоже все поняли. А если поняли, то возвращайтесь к своим делам». Парни переглянулись, недоуменно пожали плечами и лениво направились к черному ходу дома. Кто-то из них ехидно показал язык. Монахиня с крепким чаем, поняв, что лишилась поддержки, видимо, испугалась и собралась убежать. Она все еще, как ребенок, плакала навзрыт. Мияка, вздохнув с облегчением, засмеялась ей вслед. «Что же это вы тут устроили? Я даже испугалась сначала. А куда вы направляетесь, Тацуя?» Мое короткое объяснение заставило ее нахмуриться. «О чем же она собирается поведать вам?» – задумчиво проговорила Мияка и, немного подумав, добавила. «А сделаем так. Я провожу вас до монастыря Кейсейн. Не волнуйтесь, к Байкасама вы зайдете один, я подожду на улице. Но до монастыря пойдем вместе, а то мало ли что еще может произойти по дороге». Не буду скрывать, присутствие Мияка придавало мне духу, и я был очень благодарен ей. Монастырь Кейсейн находился не слишком далеко от усадьбы Намура. Вообще говоря, этот женский монастырь более всего напоминал барак из отдельных келий. Обычный дом с соломенной крышей, заплетенной оградой. Короткая дорожка вела от ворот к порогу, более высокому, чем обычно, с зарешеченными сёдзи вместо двери. Слева от порога опоясанные открытой верандой две комнаты. Раскрытые ставни, недавно переклеенные сёдзи, сияли чистотой. В маленьком аккуратном дворике росло всего одно деревце – клен. Меня удивило, что в комнате горит свет, ведь день сегодня солнечный. Я поднялся на порог, раздвинул сёдзи, позвал хозяйку, но ответа не последовало. Окликнув байка сама ещё два-три раза и не дождавшись ответа, я вошёл в комнату, и меня словно ледяной водой окатило. Я застыл на пороге, не в силах сдвинуться с места. В маленькой комнатке ничком лежала на полу настоятельница байка. Вокруг неё чернели на татами пятна, у изголовья постели валялся принесённый из дома Тадзими под нос. От этого зрелища у меня задрожали колени, пересохло в горле, в глазах потемнело. — Куда бы ты ни пошёл, за тобой тянется кровавый след! Этот вопль монахини с крепким чаем молнией пронзил мой мозг. Очередное убийство была моя следующая мысль. Не помню, как я вышел за ворота. Мияка сразу же подскочила ко мне. — Что-то случилось? Вы такой бледный? — Байка сама мертва, — с трудом выговорил я. По прошествии некоторого времени я нашёл в себе силы вернуться вместе с Мияка в дом и объяснить ей, что эта последняя смерть абсолютно такая же, какая постигла деда Усимацу, брата Куя и священника Кадзена из храма Рэнкоодзи. Как и у всех предыдущих, на губах байка остались сгустки застывшей крови. Мы, с Мияка, совершенно потерянные, беспомощно смотрели друг на друга. Тут я увидел около подноса обрывок бумаги и поднял его. Это был листочек, вырванный из записной книжки. На нём жирными иероглифами было начертано следующее. Близнецы криптомерии, криптомерия Коумы и криптомерия Катаке. Торговцы лошадьми, Усимацу Игава и Китидзо Катаока. Местные богачи, восточный дом Куэ Тадзими, западный дом Сакити Намура. Священники Чоэ из храма Мороудзи и Кодзен из храма Рэн Коудзи. Монахини Мюрен, монахиня с крепким чаем. И байка, монахиня из местечка Убагаити. Из приведённых имён красной чертой были подчёркнуты и следующие. Криптомерия Катаке, торговец лошадьми Усимацу Игава, Куэ Тадзими, Кодзен из храма Рэн Коудзи. Байка, монахиня из местечка Убагаити. Страшный жребий «Ну, это чёрт знает что», — с трудом сильно заикаясь, произнёс кто-то. «Это в этом объяснении мотивов всех убийств». По голосу непонятно было, то ли говорящий изумлён, то ли рад, то ли просто возбуждён. Он непрерывно почёсывал свою лохматую голову, словно у него был тик. Читатели уже, надо думать, догадались, что эти слова принадлежат невзрачному, но знаменитому сыщику Коске Киндаити. «Чёрт!» — прищёлкнув языком, выругался инспектор Исакава. Оба сыщика замолчали, не отрывая глаз от странички записной книжки. Коске Киндаити снова принялся чесать голову, заметно было, что у него дрожат колени. Глаза полицейского инспектора Исакавы едва не выскочили из орбит, всматриваясь в текст. Рука, державшая листок, тряслась, как у алкоголика. Вены на вспотевшем лбу вздулись. Я тупо уставился на них, чувствуя себя словно с тяжёлого похмелья. Меня тошнило, голова кружилась, в глазах мелькали какие-то точки. Я почти ничего не видел и не слышал, мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание, но в то же время мне безумно хотелось убежать, неважно куда. Описанная сцена имела место вскоре после того, как мы с Мияко обнаружили труп Байко и листочек из записной книжки. Эта череда убийств привела меня в такое состояние, что я просто ничего не соображал. Что до Мияко, то она, будучи просто свидетельницей происшествий, достаточно быстро овладела собой. Она позвала людей и послала их в администрацию деревни. К счастью, там оставались на ночь инспекторы Исакава и ещё несколько сыщиков. Выслушав сообщение, они немедленно направились в монастырь. Коске Кендаити присоединился к ним по дороге, он гостил в западном доме. Мияко быстро и толково рассказала о случившемся и показала найденный у постели листочек. Сыщики были ошеломлены. Ещё бы, листочек бумаги мог внести хоть какую-нибудь ясность в нескончаемую цепь происходившего. Как я уже писал, некоторые имена Криптомерия Катаке, Усимацу Игала, Куя Тадзими, Кадзен из храма Рэнко-Одзи, байка «Монахиня из местечка Убагаити» были подчёркнуты красным. Все, чьи имена были подчёркнуты, кроме дерева, за короткое время один за другим ушли из жизни. Напрашивается вывод – люди в списке были объединены в пары по признаку схожей деятельности или положения в обществе. При этом преступник довольствовался уничтожением только одного из пар. Интересно, почему? Но если разобраться в этой записи, замысел преступника становился яснее. Первая в списке жертва – Криптомерия Катаке. Она пострадала не по человеческой воле, а была поражена молнией, что многими было воспринято как предзнаменование грядущего возмездия за убитых и похороненных в знаменитых восьми могилах самураев. Чтобы усмирить гнев восьми богов света, суеверие предписывало принести восемь человеческих жертвоприношений. Тот факт, что молния поразила только одну Криптомерию из двух деревьев-близнецов, натолкнул убийцу на мысль о том, что достаточно уничтожить кого-нибудь одного из пары людей. М-да, ну и мир, в котором мы живем. Находятся же в нем люди, строящие такие безумные коварные планы. Просто сумасшествие какое-то. Я снова почувствовал, что теряю голову, но мне удалось довольно быстро прийти в себя и немного успокоиться. Коско Киндоити, словно в горле ему что-то мешало, долго запинался. Потом начал все-таки высказывать вслух свои предположения, но его слова доходили до меня, как сквозь туман. Мне вообще казалось, что голова моя заполнена исключительно туманом. А сказал Коско Киндоити следующее. Теперь я, кажется, решил загадку смерти Кодзена. Меня долго мучил вопрос, как убийца мог знать, что столик с едой, в которую подмешан яд окажется именно перед Кодзеном? Как я уже говорил, подмешать яд в пищу было не слишком сложно. Но в том, что столик с ядом достанется Кодзену, преступник мог быть уверен только наполовину. Конечно, если исключить, что преступником является господин Тацуя, а я этот вариант категорически отвергаю. Так вот, почему преступника не смущала пятидесятипроцентная вероятность? По размышлению нельзя не прийти к следующему выводу. Может быть, преступник вовсе и не замышлял погубить именно Кодзена? Может быть, ему было абсолютно все равно, Кодзен погибнет или Эйсен? Какая разница, станет жертвой человек по имени А или человек Б? Конечно, трудно представить себе убийцу, руководствующегося подобной логикой. Со вчерашней ночи я долго размышлял об этом и все прояснилось, когда я прочитал эту бумажку. Из нее мне стало понятно, что убийца замышлял отравить или Кодзена, или Чоэя, одного из них. Но Чоэя оказался в больнице, его на панихиде замещал ученик Эйсен. И преступник оказался перед выбором — отравить Кодзена или Эйсена. Несчастный жребий пал, в конце концов, на Кодзена. Конечно, это смахивает на безумие, но объяснение смерти Кодзена я нашел именно в этой записи. Вот, значит, как. А ведь вчера мне в голову приходило примерно то же самое. У меня с Коской были схожие подозрения и ход рассуждений. Но если они и проливают свет на загадочное убийство Кодзена, то ключ к разгадке всей цепи убийств пока не найден. Загадок еще более чем достаточно. — Что ж получается, Киндоити-сан? — после долгого молчания инспектор Исакава говорил с хрипотцой. — И Усимацу, и Гави, и главе Восточного дома, и настоятельнице Байка просто выпал роковой жребий? И тем самым спаслись другие вероятные жертвы? Коской Киндоити задумался и потом тихо проговорил. — Вполне возможно, вы правы, господин инспектор. — Однако не исключено, что все не совсем так. — А что вы хотите этим сказать? — Вы правы, если исходить из того, что преступникам дддвигало исключительно суеверие. — Однако? — Однако что? — Действия преступника показались мне чересчур изощренными для примитивного фанатика. Мне кажется, у преступника были еще какие-то другие мотивы. — Вы так полагаете? — инспектор Исакава заинтересовался новым ходом рассуждений. — Иначе говоря, вы думаете, что преступление только на первый взгляд совершено из суеверных соображений, но за ними прячутся иные истинные мотивы, иные цели, которые ставил перед собой преступник? — Именно так. Как бы суеверно не были жители деревни восьми могил, одним суеверием такую цепочку преступлений не объяснить. Слишком хитроумно она выстроена. — А какие же цели на самом деле были у преступника? Коска Киндаити снова углубился в текст, но, оторвавшись от него, покачал головы. — Не знаю. Из самого этого текста больше ничего заключить не могу. — А если… — Коска Киндаити впервые взглянул в нашу сторону. — Моррисон. — Да. На непроницаемом до сих пор лице Мияко появилось подобие улыбки. — Я могу быть в чем-то полезной? — А взгляните, пожалуйста, на иероглифы из этого блокнота. Нет ли у вас предположений, чьей рукой они написаны? Строго говоря, то был листок не из блокнота, а из ежедневника размером с обычный блокнот. Это не был даже целый листок. Примерно третья часть его обрезана ножницами. В оставшейся части стояли две даты — 24 и 25 апреля. Приведенный выше список имен, 10 строк, начинался под 25-м. Вполне возможно, на предыдущих страничках от 23 и 22 апреля тоже помещался список ненавистных преступнику имен. Иероглифы были написаны авторучкой и, судя по почерку, опытной рукой. — Почерк мужской, — определила Мияко. — И мне так кажется. Не знаете, кому в деревне может принадлежать этот почерк? — Не могу сказать. Мияко отрицательно покачала головой. Мне практически не приходилось читать записки или письма местных жителей. — А может быть, вы что-нибудь можете сказать, Тацуэсан? — Мне-то откуда знать. Я покачал головой. Нет. Не знаю. — Ладно. Спросим еще у кого-нибудь, — Коской киндоити передал листочек инспектору Исакаве, но тут же спохватился. — А, кстати, подумаем о датах. — Господин инспектор, ваш ежедневник при вас кажется. Посмотрите-ка, до 25 апреля. Какой день недели? Дни недели полностью совпали. — Коской киндоити заулыбался. — Значит, без сомнения, листочек вырван из еженедельника на этот год. Жаль, что на обратной стороне нет никаких записей. А вот чей-то еженедельник пока непонятно. Что ж, будем выяснять. А, как вовремя доктор Куна подошел. Монахиня-воровка Дядя Куна был чем-то невероятно напуган. Пробравшись сквозь толпу зевак, он на велосипеде пересек дворик, подъехал к кельи, соскочил с велосипеда и с портфелем в руках, пошатываясь, вошел в комнату. Я впервые увидел его всего восемь дней назад, но как он изменился за это время. Щеки ввалились, темные круги под глазами, а глаза блестят нездоровым странным блеском, взгляд беспокойный. — Извините, опоздал, был на вызове в соседней деревне. Сняв обувь и войдя в комнату, дядя Куна пробормотал что-то невнятное. — Простите, что отнимаем у вас время. Видите, что еще произошло, — начал былой инспектор Исакава. — Что, новое несчастье? — голос дяди Куна задрожал. — Простите меня великодушно, но ничем помочь не могу. Прошлый раз пытался, и вы знаете, что все бестолку. — А доктора Араи здесь нет? — Доктору Араи предстоит вскрывать трубка Дзена. Ему для этого что-то понадобилось, и он уехал в город. Прошлой ночью в город дали телеграмму. Оттуда должен приехать доктор, чтобы ассистировать доктору Араи. — Мы попросим их вскрыть и этот труп, а пока просто осмотрите его, пожалуйста. Видно было, что дяде Куна этого ужасно не хочется. Он сам признавался, что после ошибки в определении причин смерти Куя испытывает невыносимый стыд, и в свете этого его упорное нежелание иметь отношение к новому убийству становилось вполне понятным. Но совершенно непонятно, чем он так напуган. Пока дядя Куна сидел у тела монахини Байка, его трясло как в лихорадке, он буквально обливался потом. — Доктор, вам плохо? — спросил Киндоити. — Да, как-то не по себе. Нет, это просто из-за усталости, слабость какая-то. — Нельзя так, доктор должен беречь себя, ну, как, что показывает осмотр. Поспешно осмотрев труп, дядя Куна ответил. — Сомнений нет. Та же смерть постигла и Кадзена, и главу семейства Тадзими. Но все-таки выслушайте еще мнение доктора из Н. — Сколько часов назад она скончалась? — Думаю, прошло уже часов 14-16, — с кислым видом проговорил доктор Куна. — Сейчас 11 часов, значит, скончалась она вчера вечером между семью и девятью часами. — Но это тоже точнее установит доктор из Н. Я в подобных материях не специалист. Дядя Куна быстро схватил свой портфель. — Что ж, позвольте покинуть вас. — Он встал и направился к двери. — Постойте, доктор, секундочку, пожалуйста, — остановил его Коске Киндоити. — Я хотел бы показать вам кое-что. Вы не знаете чей-то почерк? Никогда не забуду выражение лица дяди Куна при виде вырванной из еженедельника странички. Его худое тело содрогнулось, будто заряд тока прошел через него. Глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Подбородок задрожал, изо рта вырвались какие-то нечленораздельные звуки. По лицу заструился пот. — А, значит, вам, доктор, знаком этот почерк? — Вопрос Коске Киндоити заставил Куна отпрянуть в сторону. Он поднял голову и почти прокричал. — Незнаком. Я ничего не знаю. — Уж очень странная тут запись, — сказала Мияка. Дядя Куна уставился на нас с Мияка так, будто прежде и не подозревал о нашем существовании. — Не знаю, кто это писал, но он или дурак, или сумасшедший. Я не знаю. Ничего я не знаю. Ничего. Под пристальным взглядом Мияка он вдруг сник, голос его задрожал и стал звучать глухо, срываясь на хрип. Но через пару минут он все-таки собрался с силами и, четко выговаривая каждое слово, произнес. — Я ничего не знаю, мне абсолютно ничего не известно. Сказав это, он выбежал за дверь, торопливо взобрался на велосипед и укатил. Инспекторы Сакала и Коске Киндоити были ошарашены поведением Куна. Мы с Мияка тоже удивленно переглянулись. Инспектор, прокашлившись, хихикнул. — Ишь, как занервничал доктор после смерти господина Куя. — Ничего не знаю. А разве кто-то утверждает, что ты все знаешь? Размышлявший о чем-то Коске Киндоити повернулся к инспектору Исакаве. — Послушайте, господин инспектор, а ведь поведение доктора Куна кое-что проясняет. И снова взглянув на страничку из еженедельника, добавил. — Я, кажется, догадываюсь, какие имена написаны были на отрезанном куске. Удивленно подняв брови инспектор Исакава посмотрел на Коске Киндоити. — Какие имена? Чи? — Деревенский врач Куна Цунеми. Еще один врач, приехавший сюда в эвакуацию — доктор Сюхея Раи. Думаю, там были слова «врачи» и эти два имени. Мы с Мияко снова переглянулись. Сейчас она была еще бледнее, чем утром. — В любом случае, нам крупно повезло, что в наше распоряжение попал этот клочок бумаги. Хотя нельзя исключать, что сам преступник специально бросил его тут. А может быть, кто-то другой по неведомым нам соображениям подкинул его сюда? Так или иначе, если не сам замысел преступника, то, по крайней мере, намек на него содержится в этом листочке. — Господин инспектор, возьмите его, пожалуйста, на хранение и берегите. Мори-сан и Тацуя-сан — новички в этой деревне. Естественно, что они не узнали почерка. Но деревня-то не так уж велика и вполне может найтись человек, которому этот почерк окажется знаком. На этом тема таинственной записи была закрыта и разговор вернулся к обстоятельствам смерти монахини. Я снова подвергся допросу. Что вызвало смерть монахини Байка, было ясно с первого взгляда. Смерть наступила от яда, который содержался в еде, принесенной из дома Тадзими. По словам Куна, она скончалась вчера вечером между семью и девятью часами. Этот интервал точно совпадал со временем, когда сюда был доставлен поднос с едой. Чья была идея отнести еду монахини Байка? Кажется, инспектор опять хочет подловить меня. Да, я понял вопрос. Это я. Байка сама собралась домой до ужина, поэтому я попросил сестру, чтобы она поручила кому-нибудь отнести угощение ей в келью. На лице Коски Киндоити выразилось удивление, а инспектор, состроив кислую мину и пытливо глядя мне в глаза, сказал. — Да, вы поразительно заботливый человек. Вообще-то в подобной ситуации мужчине и в голову не придет. Черт возьми, я снова под подозрением. Ну, на самом деле я отнюдь не такой заботливый. Рядом была Нарико-сан, она мне это и подсказала. — А кто это Нарико-сан? — Это младшая сестра Сатамуры и тоже принадлежит к роду Тадзиме. — Ах, вот оно что, значит, она подсказала вам, чтобы вы попросили Харуё-сан отправить сюда поднос. Не в силах удержаться, вступила в разговор Мияка. — Да, мы в это время были на кухне. А как вам известно, кухня находится совсем рядом с гостиной, и меня вполне могли услышать там. — Так, и Харуё, значит? — Да, она сразу велела Симе отнести поднос с угощением, а после этого мы с ней, захватив по столику, пошли к гостям. — Следует ли из этого, что никто из гостей не имел возможности приблизиться к подносам? Ответа на этот вопрос у меня не было, но и молчать было нельзя. — Я не знаю, в котором часу поднос вынесли из дома, если после того, как Кадзену стало плохо и поднялся шум. Когда он захаркал кровью, половина гостей разбежалась. — Инспектор сокнул языком. — Ладно, будем выяснять, когда и при каких обстоятельствах этот поднос оказался вне пределов вашего дома. — А помните ли вы, кто конкретно покинул гостиную, когда началась паника? — Разумеется, такие подробности у меня в памяти не отложились. — Видите ли, господин инспектор, я сам был в таком шоке, что не помню ничего, кроме поднявшейся суеты. — А сами вы не пытались убежать? — Да что вы, у меня от ужаса ноги отнялись. К тому же я сидел на почетном месте, и если бы убежал, все бы это заметили. Сидевшая справа от меня мияка бросила мне спасательный круг. — Я хорошо помню последовательность событий. С самого начала трапезы и до момента, когда прибыла полиция, Тацуя-сан со своего места не вставал. — Совершенно верно, — припомнил Коске Киндоити. — Госпожа Мори сидела рядом. — А, кстати, Мори-сан, вы не помните, кто в тот момент поднялся из-за стола? — Кажется, все женщины выбежали, некоторые после того, как Кадзен захаркал кровью, кинулись за водой. Но, к сожалению, кто конкретно выбежал из гостиной, кто ушел из дома, с уверенностью сказать не могу. — Ясно. Придется проспросить о подносе на кухне. Теперь о другом. Вчера монахиня Байка сказала, что у нее есть разговор к господину Тацуя, и сегодня он шел к ней. — Есть ли у вас, Тацуя-кун, какие-нибудь предположения о содержании несостоявшегося разговора? — Никаких, — решительно выпалил я. Я без конца думал об этом, и мне было известно, у кого можно узнать, о чем собиралась мне рассказать безвременно скончавшаяся Байка. У преподобного Чуэя, настоятеля храма Мородзи. Ведь говорила же сама Байка, что намеревалась поведать мне то, что известно только ей и преподобному Чуэю. Но почему-то раскрывать эту карту перед инспектором мне не хотелось. Я рассчитывал, что в дальнейшем мне самому удастся встретиться и поговорить с настоятелем Чуэем. Инспектор, подозрительно глядя на меня, принялся рассуждать. Все это чрезвычайно странно, смерти происходят в критический момент, буквально в полушаге от разгадки всего преступного замысла. Что же Байка хотела рассказать? Может, ее рассказ пролил бы свет на происходящее? — Но хуже всего от отцу Якун, что вы, по всей видимости, каким-то образом непосредственно связаны с этим убийством. За вами прямо-таки тянется кровавый след. Полицейский инспектор сам пришел к такому выводу, но не могу сказать, что он меня очень ободрил. — Действительно, злой рок преследует меня. Ту же фразу, что сказали вы, господин инспектор, я только что слышал от монахини с крепким чаем. — От монахини с крепким чаем? — в разговор вмешался один из полицейских, сопровождавших инспектора. — Вы сегодня видели монахиню с крепким чаем? — Да, по дороге сюда, недалеко от черного хода западной усадьбы. — А с какой стороны она появилась? Уж не со стороны ли монастыря? — Ну да, оттуда вроде. — Постой-постой, кавасы-кун, что там еще с этой монахиней с крепким чаем? — включился в наш диалог инспектор. — Дело в том, господин инспектор, что на деревянном полу кухни остались липкие грязные следы, ведущие в сторону открытой веранды. Из чего можно заключить, что кто-то в плетеных сандалиях прошел всю кухню и вышел на веранду? Монахиня Байка была очень чистоплотна и не могла бы не заметить грязи. Она сразу протерла бы пол. Мне кажется поэтому, что следы появились там уже после ее кончины. Слова полицейского заинтересовали меня. Получается, что человек, оставивший свои следы, прошел из кухни в комнату, у постели Байка наступил на что-то, разлившееся из-под носа, после чего, оставляя на полу белые липкие следы, улизнул из дома через веранду. На татами следы не были заметны, но на деревянном полу кухни четко отпечатались маленькие, почти детские ступни, имеющие к тому же характерную особенность плоскостопие. В памяти сразу всплыли ноги монахини с крепким чаем в рваных, грязных, плетеных сандалиях. Иными словами, монахиня с крепким чаем пожаловала в монастырь до того, как там появились Тацуя Куны Моррисон. Почему же, увидев труп, она не подняла шум? Думаю, потому что у нее была своя корысть. Что за корысть? Вы, может быть, слышали, что она клептоманка, причем необычная. Она не крадет ценных вещей, но если кто зазевается, пользуется этими, пихает в свои карманы или сумки что ни попадя. Вот такая вот милая привычка. Ворует в храме деньги из ящиков для пожертвований, приношения богам на могилах, рис, фрукты и тому подобное. В деревне с этим свыклись, стараются не обращать внимания на ее проделки. Случаются, конечно, скандалы, когда, например, пропадают сохнущие на улице вещи, а потом их видят на ней. Монахиня Байка ни разу вещевала и убеждала, что надо бороться с собой, но безуспешно. Втайне от Байка монахиня с крепким чаем продолжала отыскать все, что попадется под руку. Создается впечатление, что для нее главное не вещи, а сам процесс. Хоске Киндоити слушал сыщика с явным интересом. — А имеются ли свидетельства того, что она и сегодня отсюда что-то стащила? — Да, загляните на кухню. Все раскидано, видно, что она залезала даже в бадию для засола рисовых высивок. Видимо, решила, что мертвой Байка это уже не потребуется. — Тацуэ-сан, а когда вы встретились с этой старухи, у нее не было с собой какого-нибудь узла? — Был. За спиной был огромный баул, — ответил я. — А на нем еще что-то, — добавила Мияка. — В... 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 Кейз Макс. 城 ez Макс. В... Кейз Макс. Кейз Макс. Кейз Макс. Хейз Макс. Кейз Макс. Смысл. Я смотрел на него и не мог понять, отчего такой опытный сыщик так разволновался. И только через несколько мгновений сообразил. Тот факт, что монахиня-клиптоманка оказалась в женском монастыре раньше нас, имеет колоссальнейшее значение для расследования всей истории. Поиски потайного хода Должен признаться, что сыщики в детективных романах всегда занимают слишком мало места. Обычное повествование о перипетиях расследования ведется от лица автора. Читателю предоставляется возможность вычислить преступника, следя за ходом мыслей сыщиков. А в данном случае хронику событий передает человек, постоянно находящийся рядом с сыщиками, но при этом остающийся у них под подозрением. И поэтому моему повествованию, наверное, не хватает объективности. Чтобы читатель мог разгадать ту или иную загадку, ему следует вовремя предоставлять соответствующую информацию. Поэтому я из уважения к читателям, рассказывая эту историю, порой нарушаю истинный ход вещей и сообщаю нужную информацию в подходящем месте, в то время как на самом деле я получал ее позднее. Есть еще одна особенность, отличающая эту книгу от обычных детективов. Автор не просто описывает ход расследования, а заостряет внимание на себе самом, на том, что непосредственно с ним связано. Так, например, сегодня вечером я собирался заняться поиском потайного хода, хотя это никоим образом не приближало к разгадке таинственной кончины байка. Но я чувствовал, что должен этим заняться, полностью осознавая, насколько это рискованно. Но прежде я должен хотя бы вкратце упомянуть о том, что было обнаружено в тот день полицейским инспектором и Коске Кендаиди. Повторюсь, сам я об этом узнал позднее, но в интересах читателей намереваюсь рассказать здесь. Прежде всего отмечу, что поднос байка отнес Дзинзо, молодой человек, работавший в доме Тадзими, и сделал он это вскоре после того, как в гостиной началась паника. Сам Дзинзо рассказывал, что, получив от Асимы поручение доставить байка угощение, он пошел за ним на кухню и обнаружил там один единственный поднос. Шум и суматоху в гостиной он, конечно, заметил, но значения этому не придал, так как сам был уже на веселе. Итак, Дзинзо, слегка покачиваясь, через черный ход вышел из восточного дома. Можно предположить, что если бы Дзинзо обратил внимание на то, что творилось в гостиной, и если бы он рассказал об этом байка, монахиня не достала бы палочки и не прикоснулась бы к угощению. Ей просто очень не повезло. У преступника же было сколько угодно возможностей добавить в пищу яд. Я упоминал уже, что в тот момент, когда Кадзен начал харкать кровью, некоторые выбежали из гостиной. Пока перепуганные гости наблюдали за Кадзеном, те, кому это было надо, имели массу возможностей незаметно покинуть гостиную. Тем более, что Асима с помощницами, услышав шум, побежали в гостиную, и таким образом, единственный остававшийся на кухне поднос был некоторое время совсем без присмотра. Но когда Дзинзо пришел за ним, никого в кухне он не застал. Вот и выходит, что преступник, воспользовавшись суматохой, мог приспокойно добавить и яд в пищу, и в гостиной, и на кухне. Более того, шансы сделать это имело едва ли не половина гостей, а в такой ситуации определить конкретного преступника не представлялось возможным. На этом позвольте завершить изложение событий того вечера и перейти к описанию затеянной мною ночной авантюры. За ужином Харуио была чрезвычайно возбуждена. Тот факт, что труп монахини Байка первыми обнаружили мысь Мияка, до крайности взволновал ее. Она подробнейшим образом выспрашивала, почему Мияка оказалась рядом со мной. Приглашал ли я ее заранее навестить со мной монахиню? Почему она всегда такая спокойная и даже равнодушная проявила столько участия ко мне? Это на нее, мол, не похоже? Вопросы сыпались один за другим, а в конце разговора Харуио сказала. Мияка-сан очень мудрый человек, не уступить ни одному мужчине. Но я почему-то не могу этого объяснить, побаиваюсь ее. Вероятно, как раз потому, что она слишком умна и рациональна. Тебе может показаться, что, как и все в деревне, я отношусь к ней предвзятой, с опаской. Что ж, думай как хочешь, я ничего не могу с собой поделать. Вот и насчет Синтара с Атамуры мы толковали с тобой. Харуио говорила, запинаясь, неуверенная в своей правоте. Подобный монолог требовал от нее немалого мужества. Есть мнение, что жизнь обошлась с Мияка сурово. Пока на войне все шло хорошо, Синтара крутился в штабе, и Мияка процветала. Он был другом ее мужа и часто бывал у нее в доме. А когда мужа Мияка не стало, Синтара начал посещать ее еще чаще, и в деревне даже заговорили о том, что Мияка выходит за него замуж. Но вот война кончилась, и не лучшим образом. Синтара вернулся в деревню со всем обнищавшим, и Мияка теперь в его сторону даже смотреть не желает. В одной деревне живут, но она с ним практически не разговаривает. Ведь были так близки. Мне кажется, даже в Токио люди, хорошо знавшие друг друга, как бы ни складывались обстоятельства, сохраняют более или менее дружеские отношения. А здесь друзья без пяти минут жених и невеста ведут себя как чужие. Муж Мияка оставил ей кое-какое наследство, кроме того, как женщина разумная, она еще во время войны делала кое-какие дела. Скупала алмазы, обеспечила себя так, что никакая инфляция не страшна. А Синтара же остался ни с чем. Единственное, что делала для него Мияка, при том, что у нее были немалые деньги, предостерегала Синтара от неверных шагов, давала различные рекомендации, а сейчас поговаривают даже, что, следуя ее советам, он тайно покупает у нее же алмазы. Я не мог понять причин такой необычной разговорчивости, почему такая милая и мягкая сестра вдруг стала злословить по поводу Мияка. Я слушал ее в недоумении. Видимо, Харуя почувствовала, что ее злословие мне неприятно. Она покраснела и неожиданно замолчала. А потом виновата посмотрела на меня. Я что-то не то говорила. Злословить нехорошо. Тацуя-кун, я своей болтовней испортила тебе настроение. Прости. Нет, ничего. Я старался говорить как можно ласковее. То, что ты плохого мнения о Мияка-сан, никак не влияет на мое настроение. Правда, я рада, успокоилась Харуя. Видишь ли, дело в том, что нельзя судить о человеке только по его одежке. Ну ладно, главное, мы должны быть всегда добры друг к другу, верно? Она, кажется, охотно продолжила бы разговор, но я, сославшись на усталость, ушел в свою комнату. Прощаясь, я отметил, что глаза Харуя полны страдания. Я действительно чувствовал себя очень усталым, но, тем не менее, тихонько выскользнул из комнаты, потому что не хотел отказываться от своей цели — найти потайной ход. Ставни в моей комнате уже были закрыты, постель готова, но я, даже не взглянув на нее, пробрался в примыкавшую к комнате кладовую. Снял с сундука крышку, на которую обратил внимание еще вчера ночью. В сундуке, как я уже упоминал, лежало несколько комплектов шелкового постельного белья. Покопавшись в нем, я нащупал рычаг. Покрутил его в разные стороны, потом резко дернул. Дно вместе с бельем ушло вниз, и там зияла чернота. От волнения у меня зашлось сердце. Все пока шло именно так, как я представлял себе. Вот он потайной ход. Именно через него неизвестные мне по количености проникали в мою комнату. Этим же ходом пользовались Коумы и Катака, чтобы добраться до таинственного молельного места. Странная идея молиться глубокой ночью. Может быть, на молитву собирались и другие люди? Интересно, что там внизу? Сколько человек может поместиться в молельне? Сердце бешено колотилось. На лбу выступил пот. Я вернулся в комнату, оглядел ее. Все в порядке. Выключил свет и двинулся в кладовую. Взглянул на часы. Девять вечера. Начало десятого. Я зажег заранее приготовленную свечу, выключил свет в кладовой и начал осматривать потайной ход. Под сундуком обнаружил ведущие вниз каменные ступеньки. Тихонько встав на самую верхнюю, спустился чуть ниже и огляделся. Под дном сундука оказался еще один рычаг. Я неосторожно взялся за него, как вдруг раздался легкий щелчок, и днище сундука надо мной сомкнулось. Я сам себя закрыл в подземелье. Вполне объяснимая паника овладела мною. Нервничая, я принялся так и сяк крутить и дергать рычаг. И, о боги, дно разверзлось. Я изнутри закрыл сундук крышкой и снова потянул рычаг, находившийся под днищем. Днище встало на место. Устройство, как я теперь понял, было очень хитроумным. Посторонний человек, открыв сундук, ни за что не догадался бы, что на дне его есть специальный рычаг и потайной ход. Взяв свечу, я начал по стертым ступенькам опускаться вниз. Я действовал машинально, не сознавая, что делаю и чем это может закончиться. Во-первых, я не знал, существует ли какая-нибудь связь между этим потайным ходом и серией убийств. Я лишь предполагал, что этот ход как-то связан с другими тайнами рода Тадзими. Я не сомневался в том, что многие из них касались лично меня, и, несмотря на всю рискованность моего предприятия, решил во что бы то ни стало раскрыть эти тайны, и упорно, сквозь окутавший меня туман, пробирался к своей цели. Ступеньки уходили далеко вниз. К счастью, они не были крутыми. Оно и понятно, ведь по ним спускались и поднимались старухи Катакой и Каумы. Сойдя с последней ступеньки, я оказался в пещере. Осмотрев ее с помощью свечи, я понял, что она очень напоминает Сталактитовую, хотя и явно искусственного происхождения. Сходство со Сталактитовой придало ей время. Я постоял в этом необычайном таинственном тоннеле, слушая гулкое биение собственного сердца и, набравшись мужества, двинулся вперед. Я пришел к выводу, что пещера не является закрытым каменным мешком, и где-то впереди есть выход. А основанием для такого вывода было то, что пламя свечи все время трепетало, значит, снаружи поступал свежий воздух. Сколько времени я двигался практически в полной темноте, не считая слабенького пламени свечи, я понять не мог. Но вот ноги уперлись в широкую лестницу. Это были ступеньки, выдолбленные в настоящей скале. Как ни странно, я даже огорчился, что тоннель закончился. Мне не хотелось подниматься по этой лестнице, но другого пути передо мной не было. Держа в правой руке свечу, а левой опираясь на стену, я сделал несколько шагов вверх, как вдруг в изумлении остановился. Мне показалось, что стена качается. Я поднес к ней свечу и принялся внимательно осматривать ее, но ничего особенного не увидел. Обычная поверхность скалы с сероватыми прожилками. Проверяя себя, я толкнул стену. И правда, качается? Я поднес свечу к скале и заметил, что под ногами внизу валяется кусок черной ткани. Попытался поднять ее и изумился еще больше. Это был рукав верхней одежды, то ли Каумы, то ли Катаке. Но главное, рукав торчал прямо из скалы. Можете представить себе, как меня поразило и испугало это открытие. Значит, вчера ночью Каумы и Катаке тоже спускались и поднимались через сундук и проникали в эту скалу. Ее стало быть можно сдвинуть. Уже если это по силам старушкам, то мне тем более. Не поленившись еще раз самым тщательным образом осмотреть скалу, я поднес к ней свечу и почти сразу обнаружил нечто интересное. На камне была отчетливо видна поперечная трещина. Пламя свечи около нее сильно трепетало, из чего можно было заключить, что внутри пустота. Держа свечу на уровне трещины, я провел ею вправо и влево и увидел, что трещина полукругом загибается вниз, образуя некое подобие арки. Величина этой арки позволяла человеку проходить под ней, согнувшись. Я тщательно исследовал пространство около арки и разглядел несколько растущих из земли сталагмитов. Приблизившись к ним, я выяснил, что один из них вовсе не сталагмит, а металлический рычаг. Конечно же, я сразу дернул его. Все произошло так, как я и предполагал. Аркообразный камень, когда я дернул рычаг, медленно отодвинулся, и передо мной появилась тропинка, пройти по которой мог только один человек. Она тонула во мраке. Глубоко вздохнув, я отпустил рычаг и, удостоверившись в том, что камень не стался неподвижным, погрузился в темноту пещеры. Там тоже обнаружился сталагмитовый рычаг, с помощью которого заменяющий дверь камень легко задвигался и отодвигался. Убедившись, что не заточаю сам себя в каменном гробу, я приступил к скрупулезному осмотру этого нового пространства. В отличие от тоннеля, по которому я сюда пришел, это была настоящая, созданная природой, сталактитовая пещера. Сталактиты и сталактитовые пещеры – явление чрезвычайно интересное, и когда-нибудь я о них расскажу. Сейчас же я должен вести свой рассказ дальше. Чего ради, кому мы сам и Катаке сам обродили по ночам в столь опасных местах? Какому божеству молились в глубине сталактитовых пещер? Самые невероятные предположения будоражили мою душу. Размышляя об этом, я двигался вперед и достиг места, где дорожка раздваивалась. В растерянности я соображал, какой дорогой могли ходить старухи. Я внимательно посмотрел под ноги, но кроме луж ничего не обнаружил. Я выбрал правую дорожку и, пройдя немного вперед, обратил внимание на то, что пламя свечи становится ярче и одновременно услышал шум водопада, значит, поблизости выход. Я прибавил шагу и вскоре оказался перед отверстием, за которым струился водопад. Точнее, из одного жёлоба вода перетекала в другой, а высотой всё это сооружение было примерно в один кэн. 1,81 метра. Когда я дошёл до него, свечу задуло ветром. Надо было всё-таки идти другой дорогой. Наверняка Каумы Само и Катакэ Само от развилки брали влево, ведь если бы они ходили, как и я, мимо водопада, то каждый раз промокали бы насквозь. Я хотел было вернуться, чтобы понять, куда ведёт левая дорожка, но передумал, решив, что уже очень поздно. Займусь этим завтра ночью. Кроме того, мне хотелось определить, в какую часть деревни вывел меня путь, заканчивавшийся водопадом. Обогнув его, я выбрался на дорогу и вздрогнул, услышав чей-то возглас рядом с собой. Я присмотрелся и в фигуре, прошмыгнувшей мимо, разглядел на Рика. Она тоже перепугалась, но, узнав в свете звёзд меня, сразу успокоилась. — Неужели это вы, Тацуя-сан? Радостно вскрикнув, она приникла к моей груди. Любовь Нарико Нарико-сан, а как вы меня напугали! То, что в такой час и в таком месте мне встретилась именно простодушная Нарико, даже обрадовало меня. Можно будет в дальнейшем избежать расспросов, почему и зачем я оказался тут. — А я как испугалась. Вдруг налетела на какого-то человека. Хорошо это оказались вы. Шалунишка. Засмеялась Нарико и, глядя куда-то за водопад, спросила. — А от кого вы прятались там в такой поздний час? В этой норе есть что-нибудь интересное? Надеюсь, она не поняла, что я вышел из потайного хода. Подумала, наверное, что просто из любопытства залез в эту яму. Это было мне на руку, и я постарался укрепить ее в этой мысли. — Да, гулял, гулял, увидел отверстие и решил заглянуть. Ничего интересного, просто сырая пещера. — Всего-то. — Она посмотрела на меня, при этом в глубине ее глаз жарко полыхнуло что-то. — А все-таки зачем вы оказались здесь? Шли по какому-то делу? — Нет, без всякого дела, просто не спалось и решил, что ночная прогулка поможет заснуть. Вот и забрел сюда. — Понятно. Нарика как-то сникла, но тут же, оживившись, подняла голову и, глядя на меня в упор, сказала. — Я… я страшно рада нашей встрече. Я не совсем понял, что стояло за этой фразой и несколько обескураженно и вглядывался в ее профиль. — Нарика-сан, а почему вас так обрадовала наша встреча? — спросил я. — Я всегда рада видеть вас. — Послушайте, может, заглянем ко мне, никого дома нет и так тоскливо одной. — А разве Синтара-сан не дома? — Нет, его дома нет. — А куда он ушел? — Сама не знаю. Вообще, в последнее время он по вечерам часто куда-то уходит. Спрашиваю, куда, а он отмалчивается. — Нарика-сан. — Что? — А почему вы в такой час гуляете? — Я? — Нарика, широко раскрыв глаза, испытующе посмотрела на меня, а потом, смутившись, опустила голову и правой ногой стала ковырять землю. Мне было очень тоскливо дома одной, разной мысли как-то совсем грустно стало. Почувствовала, что не могу оставаться дома одна, как лунатик выскочила на улицу. — А где ваш дом, Нарика-сан? — Вон там, внизу, видите? Мы стояли на узенькой, шириной сантиметров семьдесят крутой тропинке. Утес позади и пологий склон впереди поросли густым бамбуком. Сквозь его заросли смутно виднелся домик с соломенной крышей, сквозь застекленную сёдзи виден был горящий в комнатах свет. — Тацуя-сан, зайдемте ко мне. Так тоскливо одной, что места себе не нахожу. Нарика ухватила меня за руку и не выпускала ее. Я пребывал в полнейшем замешательстве. Нарика была настойчива, но мне не хотелось идти к ней. Однако и спуститься в пещеру, чтобы отправиться в обратный путь я не мог. Надо каким-нибудь образом увезти Нарика отсюда. — Увы, домой к вам пойти не могу. Пойдемте посидим, поговорим где-нибудь поблизости. — А почему вы не можете пойти ко мне? — Нехорошо, если Синтара-сан вернется и застанет меня у вас. — Вы так думаете, почему? Нарика уставилась на меня с наивным недоумением. Ей кажется, наплевать на чужие сплетни и возможные слухи. Точнее, не наплевать, а она просто не понимает, что это такое — невинное простодушное дитя. Пройдя по тропинке, петлявшей сквозь заросли бамбука, мы вышли на пологий склон и устроились на полянке. Трава была влажная от росы, но это нас не смущало. Нарика первая опустилась на траву, я присел рядышком. Полянка, которую мы выбрали, находилась у кромки низины, под окружавшими восемь могил холмами. Вдали террасами располагались залитые водой рисовые и обычные суходольные поля. Между полями на внушительном расстоянии друг от друга стояли покрытые соломой крестьянские дома. В этих краях ставни на ночь не запирали, а спали обычно при электрическом свете, поэтому даже сейчас свет через сёдзи пробивался наружу. Залитые водой поля с высаженными ростками рис оказались при этом свете очень красивыми. Небо было усыпано звездами, ярко выделялся Млечный Путь. Нарика с восхищением вглядывалась в ночное небо, а через некоторое время повернула лицо ко мне. — Тацуя-сан, — тихо позвала она. — Да, я слушаю. — Знаете, я давно думаю о вас. Я с удивлением воззрелся на нее. Никакого смущения, невинный взгляд. Мне в самом деле было тоскливо, ужасно тоскливо, просто мочи не было терпеть. Я чувствовала себя совершенно одинокой. Я постоянно плакала, прямо слезы градом лились, сама не понимала, от чего это я такой плаксивой сделалась. И вдруг совсем неожиданно вспомнила вас, Тацуя-сан, как я увидела вас впервые, ну и так далее. И от этих воспоминаний я прямо задыхаться стала, грудь будто обручем сжимает и снова тянет заплакать. А сегодня стало так тяжко, что я уже говорила вам, как лунатик выскочила на улицу, бродила, как безумная, и неожиданно встретила вас. Я так перепугалась, ужас, и в то же время я так обрадовалась, как никогда. Я думаю, Тацуя-сан боги услышали мои молитвы и послали вас ко мне. Я был потрясен, меня бросало то в жар, то в холод. Что это, если не признание в любви? Вот с чего я никак не ожидал. В полной растерянности я не мог сообразить, что же ответить на Рика и только моргая, смотрел на нее. А она была простодушной, как девочка из сказок братьев Гримм или Андерсона, в ней не чувствовалось ни тени смущения, но сквозило что-то необычайно трогательное. И все же мне придется как-то реагировать. Сколько бы я ни копался в своем сердце, ничего похожего на любовь к Нарика я там не обнаружу. Любовь, привязанность, эти чувства возникают лишь как результат взаимопонимания, откуда им взяться во мне. Девушка по имени Нарика мне ведь практически незнакома. Что следовало мне сказать ей? Говорить успокоительную бессмыслицу, безответственно поддакивать мне не свойственно, кроме того, я считал непростительным грехом обманывать такое светлое и наивное создание. Мне приходилось просто отмалчиваться. Впрочем, кажется, Нарика и не рассчитывала на мой ответ. Ее вполне удовлетворяла возможность выговориться самой. Я же, глядя на нее, не мог избавиться от беспокойства, потому что знал, женщина сильно влюбленная, убеждена, что и объект ее любви отвечает ей взаимностью, достоин абсолютного доверия. Мне оставалось только осторожно уйти от этой опасной темы. — Нарика-сан, да. До приезда сюда вы в Токио тоже жили вместе с Синтаро? — Да. А почему, вы спрашиваете? — В Токио Мияка-сан часто приходила к вам? — Мияка-сан, да нет, не так часто. Обычно брат уходил, но не знаю, к ней или нет. — Говорят, Мияка-сан и Синтаро-сан чуть не поженились? — Да, ходили такие слухи. Может быть, они и на самом деле хотели пожениться, если б не война, поражение в войне. — Мияка-сан и тут посещает вас? — Нет, в последнее время совсем не заглядывает. Поначалу пару раз приходила, но брат избегал ее. — Почему? — Точно не знаю, но вполне может быть, потому что Мияка-сан богачка, а он почти нищий. Он всегда был гордым и независимым, очень не любил, когда его жалели, когда выражали сочувствие. На мои вопросы Нарика отвечала без малейшей заминки. Видимо, ее совершенно не занимало, почему меня интересуют такие подробности. Я же, с одной стороны, испытывал угрызение совести, но с другой, мне многое надо было узнать и представившуюся возможность я решил использовать в полной мере. — А как вы думаете, если бы Синтаро-сан согласился, Мияка-сан вышла бы за него замуж? — Ну, я не знаю, — Нарика покачала головой. Я удивился тому, какая у нее длинная шея, причем очень красивая, я сказал бы даже лебединая шея. — Не могу сказать, поженились бы они или нет, я ведь глупая, не могу разобраться даже в том, что творится в собственной душе, не то что в чужой, тем более в душе Мияка. Она очень непростой человек. Я взглянул на Нарика не в силах сдержать удивление. Сегодня утром я впервые понял, что Харуио недолюбливает Мияка. Оказывается, и Нарика тоже. Поистине нельзя судить о человеке по его виду. Если говорить о Харуио, то можно допустить наличие своего рода ревности в ее отношении к Мияка. Но не думаю, что эта ревность присутствует у наивной Нарика. Если две такие разные женщины высказывают практически одно и то же мнение, можно считать его достаточно объективным. А вот я не воспринимал Мияка как роковую женщину. Она мне казалась просто немного ветренной.